Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас прямой эфир, посвященный моим замечательным выпускникам. На примере их ответов на вопросы, на каверзные вопросы, в том числе ваши, из этого чата, а также из нашей темы вопросов в Телеграме, вы поймете, насколько у нас хороший уровень обучения. Ну или плохой. Посмотрим. Однако в своих ребятах я уверена, конечно, я буду им помогать, потому что они волнуются, для них это первое такое публичное выступление, хотя на практиках, вот в рамках курса, да, со своими однокурсниками они уже привыкли работать. Но вот так, чтобы с незнакомыми людьми, для них это может быть как бы челлендж. Однако также я опрошу их на тему достоинств и недостатков школы и рассчитываю на их честность, поэтому те, кто собирается поступать на курс, вам будет особенно интересно это послушать. Уже, так скажем, у нас в субботу будет бесплатный вводный вебинар, на который я всех приглашаю в 11.30 утра по Москве. Даже если вы не собираетесь поступать, советую присоединяться к нему, потому что будет у вас возможность задать один бесплатный личный вопрос и по-любому получить на него ответ в течение суток. Можно его задать, и в течение недели получите ответ от меня или от старших кураторов, которые будут эти вопросы разбирать. И это возможно будет только для тех, кто будет присутствовать на вебинаре. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылочке в шапке моего профиля. Вот, там есть прямо про вебинарную комнату, так что welcome. Ну а сейчас мы начинаем. Мои замечательные студенты, я вас с ними буду знакомить. И, в общем, рассказывать про астрологические всякие нюансы. Тепленько так, ламповенько поболтаем. Итак, первый замечательный студент, который у нас приглашается. Я напомню, у нас курс натальной астрологии с основами совместимости прогнозирования. Немножечко оторвание, немножечко о нумерологии и основе психологии. И немножко про, ну, такие вещи, которые везде вам пригодятся, так скажем, чтобы полноценно консультировать после нашего курса вы точно могли. То есть, конечно, можно углубляться отдельно в совместимость или отдельно в прогностику. И тоже будет полноценно, но вот это интересно. Итак, давайте начнем. Первым приглашаю, значит, прекрасную девушку по имени Юля Форель. Юля у нас, значит, спортсменка, комсомолка и просто красавица. Ну, у меня все студентки такие. Она училась у нас и на восьмом потоке, и на девятом, потому что объем информации большой. Можно оставаться в школе дольше, чем на один год, если есть желание быть в потоке. Можно за помощь в школе это делать бесплатно. Можно за скидку 50%, если оплатил, как бы, первый год. Вот, и не хочешь помогать. То, как бы, вариантов у нас много, как не выпадать из потока, если есть желание в нем оставаться. Остается она также помогать нашей школе и на десятом потоке, потому что ей, видимо, очень с нами понравилось. И это радует. У нас многие люди с удовольствием остаются в команде на долгое время. Моя команда, например, со мной уже много лет работает. Я думаю, это показатель, хотя я так себе начальник, откровенно скажу, бываю слишком жесткой, но так как я достаточно честна со своими ребятами, и у нас не рабский труд на галерах, как многие пытаются это представить, у нас можно в любой момент уходить. Но вот они не уходят, а все-таки молодцы. Я в смысле того, что они очень любят астрологию. Не столько меня, сколько астрологию, и благо мы здесь ей занимаемся. У них есть возможность этим, ну, полноценно здесь испытывать себя. Вот, значит, соответственно, Юлечка, я приглашаю тебя. Спасибо, что ты остаешься с нами. И, собственно, сейчас мы добавим тебя в эфир. Секундочку. Так, вот. У нас вообще студентов много. Конечно, мы выбрали тех, кто смог сегодня вечером с нами сходить на это прекрасное шоу. Мы никого не заставляем. Так, Юля, я тебя позвала. Я надеюсь, ты здесь, с нами. Присоединяйся. Ура, спасибо. О, ничего себе. Красотка, рада видеть тебя. Скажи пару слов, чтобы было слышно. Отлично слышно, все хорошо. Ну, тогда я сразу с места в голоб. Мы постараемся, у нас пять человек, нам нужно быть такими динамичными. Итак, Юлечка, расскажи, пожалуйста, как ты пришла к астрологии. Может, заодно, как бы, с какими-то астрологическими нюансами это рассказать. Ну, там, типа, был цикл Сатурна или был цикл такой-то. И, соответственно, может быть, заодно скажешь, как нашла нашу школу, вот, почему нас выбрала. Ну, добрый вечер, Катерина, очень рада видеть, очень рада видеть всех, кто присутствует сегодня. Не пожалеете, потому что с нами будет явно весело. Смотрите, мне было, когда я нашла школу, 42 года. Вот, это был восьмой поток, трансформационный. И я пришла в школу через смерть моего отца. То есть, для меня это была трансформация, для женщины, отец, это солнце. Ты занимаешься поиском себя. И я поняла, чем спрашивать людей, а я человек юпитерианец, я стрелец, у меня два высших образования. Я поняла, чем спрашивать вопросы, надо самой изучить, проникнуть в суть и вот, как бы, познать момент здесь, это изнутри. А 42 года, это пятый лунный день, и это как раз такий день, когда происходят награды за путь, да. А до этого я прошла действительно очень большой трансформационный путь. У меня мама, папа Скорпионы, луна в Скорпионе. Катерина, я думаю, понимаешь ты, что это такое, как бы... Конечно. Я вечно в трансформации, вот. И, видимо, 41-й мой год, это была награда за все, что происходило, потому что я, грубо говоря, отказалась от зла. Я пять лет не пью алкоголь, не курю, бросила все свои гулянки и тусовки. А я стрелец, мне это достаточно сложно было сделать, но, тем не менее. Понимаю. Вот. И я, как бы, выбрала сторону добра и выбрала астрологию. И школу нашла случайно за день до того, как поток запускался. Ого. И я поняла, что... Во-первых, я влюбилась в Катерину, я поняла, что не так проста эта блондинка. Я сама блондинка, и я понимаю, что это такое двойное дно. Да, да, вы такие епатерианцы. Да, что не все так просто, что не... И плюс старый подход, потому что некоторые школы предлагают более, как так сказать, архаичные, классические подходы. Хотелось что-то нового, свежего, да, там, где можно маневрировать. И пятичасовые лекции, Екатерина, это прекрасно. Можно засыпать, думать, что ты спишь, просыпаться, переслушивать. Вот, ну, мне все нравится. Вот, соответственно, на девятый поток я осталась, потому что в прошлом году я с трудом находила Плутон. Я не знала, как рисуются значки, и слишком много информации было. Поэтому огромное спасибо за возможность, что можно было еще раз дополнить. И, как бы, дальше я не буду останавливаться и буду уйти вместе с прекрасной школой 11-й дома. О, круто! Я очень рада, Юль. Ну, да, не всегда сразу схватываешь, потому что много информации, это так. Но вот мы, зная эту особенность за нами, недостаток такой, что пытаемся большой объем впихнуть в один год. Ну, потому что мало кто хочет вторичные знания изучать дольше. Вот, и, как бы, поэтому даем возможность учиться в своем режиме. Ты молодец, что воспользовалась этой возможностью. И здорово, что у тебя так совпало. Пятый лунный день — это еще вот становление на путь истинный, что называется. Да, да, вообще. Прикольно. Так, хорошо, дальше тебя спрошу. Такой вопрос. А вот, ну, минус обучение. Давай честно, то есть, с чем бы, ну, может, один или несколько, если хочешь. Ну, и, может, сказать, плюс, если будет желание. То есть, чтобы все были готовы к каким-то трудностям. Потому что на школе нелегко, сразу говорю. Ну, знаете, осилить путь идущий. Да, то есть, все, чтобы что-то сделать, надо приложить усилия. То есть, просто так тебе в голову это не проникнет. Так, к сожалению, мы не обладаем флешкой. Конечно, сейчас вот Нептун перейдет в Овен. И я надеюсь, что будет какой-то чип, который будет нам вставлять в голову. Или что-нибудь такое произойдет, как бы загрузка информации. Но вряд ли. Пока такой возможности нет, поэтому только учиться. С чем мне было сложно? Мне было сложно с конспектами, с домашними заданиями. Но из-за того, что есть очень большой вариант в школе, что делать, я очень любила тесты. То есть, ты слушаешь лекцию и пунктирно проходишься по вопросам. Все, у тебя все это наполняется и заряжается. То есть, я для себя... То есть, ты можешь выбрать то, что тебе комфортнее, в чем тебе комфортнее развиваться. Для меня это были тесты. Это классно. Ну и плюс я освоила скорость 2 на видео. Теперь никто не понимает, о чем, что происходит у меня в комнате, когда я занимаюсь астрологией. Но я как человек с подвижным умом, у меня Меркурий в Скорпионе. Чуть подвесла. У меня очень быстрый цепкий мозг. И да, я все это могу запомнить. Но надо быть готова, чтобы потребуется время. Угу, отлично. Ты молодец. Я... Ну, в общем, да, действительно, вот большой плюс у нас в школе то, что реально можно выбрать. Хочешь делать домашнее задание, которое сложное, с куратором мучайся. Хочешь полегче, как бы выбери тест и просто вспомни урок, да, и сам себя проверь. Хочешь, там, на практику приходи и попытай у тебя, чтобы разобрать что-нибудь, карту по пройденным занятиям. Хочешь в острые группы играть. Ну, в общем, в острые битвы поучаствовать. То есть разные способы понять. Времени, да, у нас... Я иногда буду отвечать на вопросы, если они по теме. Вот девочка спрашивает, Ира, сколько времени остается доступ? Три года у нас к лекциям остается доступ. Но вы можете скачать все к себе. Заморочиться, купить диск на терабайт и вперед, как бы. Да, даже меньше, я скачивала. Даже меньше, чем терабайт, возможно. Ну, отлично. Потому что мало ли, ну, три года, может, вам будет мало. И, как бы, мы не ограничиваем вас. У нас просто по хранению, как у всех, есть ограничения. Так, далее. Еще один момент. Скажи, астрология тебе как-то уже помогла в твоей жизни? Был ли какой-то момент, когда, ну, получилось ее применить в дело? Допустим, что-то себе подобрать транзитом, там, может быть, еще как-то. То есть, понять, почему это происходит? Ну, конечно. Во-первых, я поняла, что все гороскопы на Ютубе, это все вранье. Потому что они не попадают в мой дом. Мой мир перевернулся. Я поняла, что все, что как я воспринимала, это не совсем так. И, соответственно, когда я теперь слышу о транзите какой-нибудь планеты, у нас сейчас много будет планет менять знаки и так далее, я смотрю на свой дом, да, то есть в какую зону передвигается. Мне стало интереснее исследовать самой, вот, там, чем послушать, что говорят какие-то прекрасные наши коллеги. Вот, как-то так. Ну, то есть, хорошо. А вот скажи, какой-нибудь, ну, в принципе, это и есть инсайт твоего обучения такой. Давай разберем вопросик, который нам оставили в Телеграме. Девушка, которая его оставила, ее зовут, сейчас секундочку я скажу, значит, по-моему, ее зовут, так, не написали мои кураторы, все длительные отношения только с мужчинами со знаком весы, и уже четыре человека. Мы, к сожалению, здесь не можем продемонстрировать гороскоп, но он будет на Ютубе отображаться на фоне, и можно будет посмотреть на Ютубе с гороскопом. Там могу сказать, что, я думаю, что у тебя открыт перед тобой, да, тебе подкинули информацию. Сейчас я открываю, да. Значит, девушку зовут Елена, вот, она нам прислала такой вопрос. Все длительные, говорит, отношения только с весами. А почему? Уже четыре человека, такая ерунда со мной происходит. И вот, чтобы вы представляли так визуально, могу сказать, что у нее третий дом, в третий дом попадают весы, с весами в одних, ну, в секстилях, тринах находятся, значит, Меркурий, Марс, Уран, Луна, вот, и Юпитер. А сама девушка, она у нас телец с Венеры в тельце, и Луной в водолее. То есть, в принципе, вот, как думаешь, что же так сильно влечет ее к этим весам? Почему? С какой целью? То есть, обычно ведь люди в нашей жизни появляются с какой-то целью. Ну, во-первых, я хочу сказать, что особенностью нашей прекрасной школы является сам подход. То есть, история дуальная, дуальный подход к знакам, да. Я никогда с этим не сталкивалась раньше, да. И это очень круто, потому что, например, я стрелец, я сейчас маленькое отступление, я стрелец, у меня татуировки с рыбами, да, я всегда любила рыб, у меня там есть Форель Продакшн, моя студия, там, ну, и так далее. Я никогда не понимала, почему. А потом выяснилось, что все очень логично, что я просто дуал, стрелец, и рыбы дуалы. Так к чему я? К тому, что в данной карте прекрасная девушка у нас, солнечный телец, а это значит, что уже история с отношениями, эта зона активирована и привлекает ее внимание. Так вот, дуал тельца – это весы. Вот, и все очень логично. То есть, соответственно, это раз. Что они похожи, да? Да, да, что энергии, вот эти похожи. Конечно, есть нюансы, конечно, там, так далее. Ну, это все уже на курсе, наверное, Екатерина все расскажет. Но то, что это примерно одинаковая энергия, да, женская, такая вот эстетика, да, там, какие-то моменты. Но тут есть ряд, мы не будем прямо сейчас долго сидеть, иначе я сейчас займу все эфирное время, не хочу этого делать. Почему привлекает? Очень здорово притягиваются к нам люди, которых мы чуть-чуть не видим. То есть, есть такой аспект, квиканс называется, по солнцу. То есть, когда мы смотрим напротив, мы хорошо видим человека, это оппозиция. Когда чуть-чуть вбок, мы чуть-чуть не замечаем недостатки. А вот у прекрасной нашей девушки весы – это как раз-таки знак, который чуть-чуть вбок, чуть-чуть не вижу, да, чуть-чуть не замечаю, идеализирую, возможно, в чем-то, да, потому что прекрасные весы, обходительные джентльмены вам попадаются, наверное. Вот, плюс это третий дом. Третий дом, информация, поболтать, ля-ля-ля. У нас, наверное, прекрасные разговоры до утра, да, такие вот с этими юношами. Плюс, так как третий дом заходит немножко в четвертый, так эти разговоры еще с намеком на семью. А кто же не поведется на такую прекрасную историю? Вот, ну, наверное, так. То, что вот первое бросается в глаза, вот, ну и дальше уже всякие нюансы. Совершенно верно, ты молодец. Ну, вкратце, да, конечно, мы делаем это вкратце. Вот, я могу просто еще дополнить от себя, как преподаватель, вот, заметь, что телец попадает сейчас на небе, он попадает между Хероном, это покровитель весов в Овне, и между Юпитером в Близнецах попал. И вот этот секстиль между Хероном и Юпитером держится уже приличное достаточно время, с прошлого, ну, уже годик, скоро будет поменьше. Вот, и, соответственно, подгоняет, так скажем, Херон возникает за спиной телца, чтобы подогнать его к Юпитеру, так скажем, да, чтобы он пришел к Юпитеру. И самое интересное, то, что в карте девушки еще есть такая позиция Меркурия с Юпитером, а весы встают на вершину косого паруса с этой оппозицией, таким образом, как бы, объединяя ее Меркурий с этим Юпитером. Для нее весы, они как учителя сейчас, то есть весы вообще на самом деле по своей натуре хиронианцы, хиронианец — это знак такого учителя героев, да, и они каким-то образом пробуждают ее вот эту вот юпитерианистость, то есть чтобы она что-то больше познала об этой жизни именно с точки зрения вот нашла учителя в этих людях. Может быть, они учат ее, конечно, через самые не всегда приятные события, но, значит, она должна чему-то научиться вот в интеллектуальном плане. Может, они ее подтолкнут к какому-нибудь образованию, к каким-нибудь знаниям, к какому-нибудь расширению мировоззрения, в какие-то путешествия по Юпитеру, да, и, соответственно, это станет такой точкой. Раз она пока не поняла, то к ней так и будут приходить эти весы и подталкивать ее к этому Юпитеру. В общем, приблизительно такой краткий будет рассказ. Спасибо тебе огромное. А давайте теперь еще напоследок еще вопросик из зала. Ребята, пожалуйста, задайте один вопрос, желательно более общий, чтобы всем было интересно послушать ответ, ну, то есть не какой-то суперзакрученный, там, 250 аспектов, 250 планет в одном аспекте, потому что это сложно отвечать без карты. Что-нибудь такое, ну, типа, там, квадрат такой-то, планета такой-то, допустим, или, там, Меркурий в таком-то знаке, или, там, допустим, а что... То есть что-то такое максимально понятное и общее, или, там, откуда берутся, там, не знаю, фобии того-то, что может на это указывать. То есть можете написать прямо в чатик, мы сейчас ждем любой вопрос, какой-нибудь вот такой обобщенный от аудитории. Не стесняйтесь. Ну, конечно, мы выберем один. Всегда ли Венера в Скорпионе будет страдать от любви в 12-м доме? Вот она у нас. А можно еще раз? У меня чуть-чуть зависит интернет. Да, всегда ли Венера в Скорпионе в 12-м доме будет страдать от любви? Ну, так а что в этом плохого? Нет, конечно, не всегда. Страдать не будет никто. Тут важно ваше восприятие. Понимаете, Венера в Скорпионе – это женщина пылкая и страстная. И трансформироваться она будет, как бы, ну, и страдать, если хочет. Вот. А если не хочет, она станет бизнесменом и будет прекрасно зарабатывать деньги. Потому что Венера в Скорпионе – это очень бизнесовая такая волевая женщина. Вот. Это ваш выбор. Понимаете, астрология – это не приговор. Это не то, что… Понимаете, у меня на Скорпионе тоже только страшилок. А у меня про маму написано, а у меня самая любящая мать в галактике. Потому вопрос не только интерпретации, а вопрос того, к чему вы верите, да, что вы наслушались. Вот. Поэтому приходите в школу, чтобы не бояться. Тем более 12-й дом. Что это? Вы знаете, это не только, как говорят, изоляция, да. Это, может быть, духовные поиски вполне, да, как-нибудь. Может быть, санаторий. Когда у меня был 12-й дом активированный, я жила на яхте, понимаете, да. Я была изолирована от людей. Ну, это прекрасно было. Поэтому страшилки мы придумываем себе сами. И мы можем с этим справиться только путем набираемого опыта, да. Совершенно верно. Но я дополню, что Венера в Скорпионе в 12-м доме, она, конечно, через страдания, она меняется. Она как сица-феникс, да. Она сгорает дотла и обновляется, и рождается заново. Ее задача быть, стать единственной неповторимой для своего мужчины. И она этому учится в какой-то мере. Да, где-то она слишком, возможно, прогибается. Но этот поиск... У меня очень много счастливых в отношениях Венеры в Скорпионе. Даже есть и в 12-м доме, которые просто, да, должны были получить непростой опыт. Знаете, сколько можно этих кармических уроков дойти отдохнуть. Но, к сожалению, их приходится иногда проходить. Но это делает ее с каждым разом все более интересной для мужчины, более глубокой. И в итоге она находит... Я знаю с Венеры в Скорпионе, например, вот, допустим, Тиньков. У него Венера в Скорпионе в соединении с Нептуном. И вот похоже на вашу ситуацию. Так вот, его первая любовь, она разбилась в автокатастрофе. Он очень страдал, он тяжело это переживал. Потом он встретил свою жену, которая уже 100 лет вместе. Это одна из самых верных и преданных, между прочим. Ну, при аспектации хорошей Венер. И вот, и эта жена его там кормила, поила, там, в общем, ждала. И, в общем, вот такая духовная любовь у них получилась в итоге, что он до сих пор с ней. И она его даже... Вот, в общем, у вас есть потенциал на то, что это может через страдания, но выйти в очень благоприятные ситуации. Ну, еще Венера в Скорпионе... Да, еще Венера в Скорпионе, это же мужские энергии. Соответственно, вы очень хорошо чувствуете мужчин. Что им надо, да. У меня есть девушка, которая с Венеры в Скорпионе, говорит, я королева Миньета. Прекрасно. Сорян. Вот, вот так вот. В общем, спасибо большое, ты молодец. И, Юлечка, скажи какие-нибудь напутственные слова, но и попрощайся с нашей аудиторией, вызовем следующего кандидата в президенты. Да, смотрите, я хочу закончить словами. Антуана де Сент-Экзюпери. Любовь, это не смотреть друг на друга, да, это смотреть в одном направлении. И вот школа 11 дом, она собирает людей по миру, всему миру, у нас очень много. Это такое колдое комьюнити, которое смотрит в одном направлении. Так что всем желаю любви к астрологии и ее познанию. Будет сложно, но вы справитесь. Спасибо огромное. Спасибо тебе большое, Юль. Обнимаю и хорошего тебе настроения. Если можешь, отключайся сама, потому что я не знаю, как тут вот это делать. По-моему, а вот. Все, всем пока. Пока-пока. Поехали, следующий товарищ. Так, друзья, мы не расходимся. У нас еще и ваши вопросы еще тоже посмотрим. У нас еще один замечательный человечек с нами сегодня. Это Света Костикова. Света – это еще одна спортсменка и красавица. Стереумные весы с луной вовне. Света очень активна всегда на уроке. Мы разбирали ее даже как-то на Ютубе, я помню. Вот. Она не захотела расставаться со школой, тоже решила остаться с куратором на 10 поток. Так что, если вы пойдете учиться, познакомьтесь с вашим, одним из будущих кураторов. Вот. И она будет у нас координатором. Кураторов можно выбирать в школе, ну, так скажем, которые вам подходят. У нас есть анкеты кураторов, да, там написано, из какого они города, чтобы с ними общаться, может быть, даже вживую встречаться. Часто мы собираем группы даже по городам, допустим, если есть такая возможность. По часовому поясу точно, по всяким уровню знаний. То есть, есть кураторы, которые будут собирать людей, которые уже что-то знают и будут общаться на своем профессиональном языке сразу. А есть кураторы, которые собирают совсем группы, которые даже знаков зодиака не знают, им будет комфортно, потому что они ничего не понимают. То есть, можно выбирать и по натальной карте, если вы уже разбираетесь, там тоже наталы их выложены. Все на сайте, ссылка в шапке профиля, можно разобраться, если вы поступили, оплатили. В общем, ну, это я еще все расскажу, покажу в субботу. В общем, давайте позовем, значит, следующего замечательного человечка. Это вот Светлана. И Светлана будет одним из этих замечательных тоже кураторов. Так, Светлана. Сейчас я ее пытаюсь найти. Секунду. Светлана. Светлана. А, нет, неправильно набираю. Совсем неправильно. Сейчас, извините. Косты. Кост. Я. Так. Что-то у меня не отображается. Неправильно ник написали, наверное. Светикова. Сейчас. Светикова. Света, если ты здесь, пожалуйста, подай тоже, вот, пригласить. Нашла. Слава Богу. Фух. Нашла. Так, ну что ж. Света, привет. Ой. Ничего, ничего. Не переживай. У тебя просто... Вот. А я думаю, что-то меня не видно. Все. Отлично, добро пожаловать. Я сразу с места в голову тебя спрошу, Света, как ты пришла к астрологии, что тебя привела в нашу школу, почему именно ее выбрала. В общем, и, может быть, какие-то заметки по циклам, если что-то совпало в этот момент с особыми нюансами на небе или твоей жизненной ситуацией. Так. Ну что, я, в общем-то, я всегда интересовалась астрологией, но это было как развлечение, то есть не вникала очень сильно, но где-то вот как раз вот про совпадение теперь-то я знаю про цикл, например, Урана, и где-то как раз вот с этого времени, когда мне исполнилось 42 года, когда Уран встал в оппозицию к моему Урану в натальной карте, я начала интересоваться более глубоко. И, в общем, сначала смотрела просто ролики разные. Сначала вот Анжелику Перл, который, Анжела Перл, который такой лайтовый вариант, потом еще у меня попался один астролог, более углубленный вариант, потом еще кто-то. Потом мне захотелось свою натальную карту узнать и сделала ректификацию, сделала заказ на консультацию у одного из астрологов, и стала призадумываться, а может быть мне тоже поучись, ну просто прям вот для себя. И в какой-то момент на Ютюбе я увидела Катерину, и мне так зашло, мой пытливый ум, у меня тоже, кстати, как и у Регины Меркурий в Скорпионе, только у меня стационарный. То есть он вообще любит покопать, и надо все во всем разобраться по полной программе. И, соответственно, вот он меня так накопал, что Катерина мне так понравилась, все подробно, очень много, я удивилась, сколько вот информации бесплатно. И я прям буквально, наверное, в первом или втором эфире в комментариях написала, что я иду к вам учиться. Ну, конечно, оплатила я не сразу учебу, я еще посмотрела, когда начинается, тогда еще даже не было запуска рекламы об учебе, увидела, что в ноябре, там, по-моему, на сайте или где-то было. Ну, подождала, в сентябре оплатила, и уже пошла учиться. И вот уже год прошел очень быстро, незаметно, прекрасная команда, мне вообще не хочется отсюда уходить, поэтому остаюсь в любом случае на второй год хоть как, я так решила. Вообще, я еще была редактором статьи на сайт, попала на бюджетное место, хотя я, в принципе, могла оплачивать, но мне очень хотелось быть причастной к процессу, и меня взяли. Круто. Вот, поэтому я еще вот в таком качестве была, и теперь вот решила попробовать чуть побольше набирать обороты. Здорово, потому что такая практика курортная, оператором тебе точно поигодится, чтобы потом уже ничего не бояться, потому что студенты пытливый народ, и без работы не оставят, без практики. Вот, а вот почему вы сами не... Сейчас, секундочку, я иногда отвечаю на вопросы из чата, вот почему вы сами не ведете прогностику, спрашивает девушка. Я хочу сказать, что я веду основу прогностики, у нас стали вот в натальном курсе, мы теперь совмещаем, у нас натал без прогностики как бы не преподает. Ну, там не то, что глубокое, прям, да, по дирекциям, там, сложное, там, с ректификацией, нет, это отдельный курс, но так, чтобы вы могли консультировать полноценно уже клиента через прогностику, ректификацию можно со специалистом делать, допустим, кому-то платить денежку за ректификацию, да, и консультировать самостоятельно свою часть, получать. У нас многие так студенты делают, и вот полноценно как бы вам хватит информации для этого. Ну, да, если хочется углубиться чисто вот в такие методы, почему я этого не делаю, сама отдельный курс прогностики, потому что я еще сама могу сказать, что вот в дирекциях мне каждую тему в астрологии надо лет 5-7, чтобы освоить. То есть я очень досконально к этому подхожу, я не доверяю там на слово учебникам, да, мне надо все самой пропилить, и вот с наталом я там более-менее, скажем так, хорошо, я считаю, разобралась, и тогда я уже подошла, например, чисто транзитом работать, и вот пока только с транзитами общими разбираемся, да, и уже могу что-то рассказывать на эту тему. Когда я подойду там уже в более глобальные прогностики, тогда уже буду и это преподавать. Ну, то есть у меня это просто процесс, я учусь вместе с вами, можно так сказать, потому что астролог вечно учится, нет такого понятия, нет потолка. И если какой-то учитель, гуру вам говорит, что он все знает, это неправда, он не мог вознестись еще, пока он здесь. Вот, так что поймите правильно. Спасибо, Свет, тебе огромное. Оппозиция уранов, это очень круто, потому что это всегда меняет наше окружение, в первую очередь, а во вторую меняет нашу деятельность. Очень часто переориентирует человека на то, что вот он всю жизнь, допустим, занимался бухгалтерией, допустим, или какими-то заземленными такими вещами, и вот на оппозиции уранов 42-45 лет человека вдруг вытаскивает на какую-то эзотерику или психологию, или куда-то что-то вот дополнить свой план, потому что мы должны быть многообразными, развивать оба полушария. И вот этот возраст, он очень сильно помогает. Ох, блин, как вы меня заряжаете, я с вами прям настроение у меня от вас поднимается, как всегда. Спасибо вам большое. Так, и значит, Света, скажи, пожалуйста, вот еще один такой вопрос. Какие, ты скажешь, минусы все-таки есть в обучении, да, с чем придется столкнуться, с какими сложностями, и, возможно, плюсы. Ну, можешь меня покритиковать, я не против, и так далее. Буду, как бы, от людей, которые мне важны, с которыми мы прошли путь, конечно же, я критику воспринимаю хорошо. Так. Ну, честно говоря, когда готовилась к эфиру, я ожидала этот вопрос, но у меня только один минус, который все отмечают, это объем информации, который хочется постичь, его много, и действительно не всегда успеваешь сделать домашние задания. Но на самом деле, мне чем понравилось в школе, опять-таки я в плюс перехожу, потому что домашние задания нам Катя разрешила не делать. Вот. Но на самом деле у меня еще и куратор, я брала вип-куратора, и мы многие домашние задания с ней просто обговаривали вот в чате. То есть я не делала их на платформе, а мы делали это вместе с куратором. Но не все, честно, сознаюсь, у меня, конечно, вот из-за того, что я еще редактировала статьи, много времени уходила на это. И да, конечно, не хватает времени изучить все, а хочется. То да. Потому что информация очень ценная. Придется бороться с комплексом отречника. Да, да. Это же так. И главное, да, мне приходится именно бороться, потому что у меня вот солнце в соединении с Сатурном, люблю я там поэта самая, пострадать всеми делами, перфекционизмом. Да, но ты идеальный куратор, значит, в соединении с Сатурном, прям воспитатель Казам Алфей. Прекрасный. Да, это, кстати, есть такой, так что держитесь. Нет, я, конечно, не очень строгий человек. Но, кстати, еще хочу обратить внимание, что Катя нам тоже также сказала, что в процессе мы будем очень много повторяться, пока обучаемся. И действительно, иногда вот этот объем информации ты добираешь в какой-то другой лекции. То есть то, что ты пропустил, в какое-то другое опять повторение пройденного только с другого ракурса. И это очень помогает. И я надеюсь, что я не все пропустила. Нет, вот, знаешь, многие думают, что это какая-то прям каждый раз что-то. Когда мы, например, проходим аспекты, допустим, да, мы проходим аспекты Солнца. И вот мы проходим там, вот квадрат такой и такой. Потом мы доходим до какого-нибудь Сатурна. И там начинаются аспекты в системе планетами, которые проходили уже про Сатурн. Только теперь со стороны Сатурна. И как будто идет с другого ракурса, в принципе, дополнение информации, но и повторение. И именно это вот зацикливание, оно помогает откладывать в голове. То есть по чуть-чуть. Вначале что-то одно запомнил, потом уже на второй стадии еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, а потом у тебя уже это просто на автомате. И если кажется, что ты там что-то пропустил, ты не пропустил, мы по кругу ходим. Вот, по сути. Гороскопы. Так что это очень такой подход. Значит, лекции в записи. Мы имеем лекции, лекции онлайн. Все лекции онлайн, ребята. Имеется в виду теория онлайн, практики тоже идут онлайн, но все в записи. Предоставляется в течение суток как конспектом, то есть сценографии. Наши замечательные конспектологи работают день и ночь, так и видео можно на ускоренном смотреть. Поэтому вы можете пропускать какие-то лекции, какие-то смотреть, которые вам интереснее, какие-то отложить, посмотреть потом. Прийти на лекцию, не смотрев ни одну, на онлайн лекцию. Это моя основная работа, и я полностью погружена душой и телом, как говорится, в школу. Значит, сейчас еще один вопрос. Параллельно спрашивают, а сколько долларов стоит в месяц? Ребята, курс меняется каждый месяц, поэтому каждый месяц вывешивается на сайте вот эта корреляция. Она небольшая обычно, да, но примерно в рамках там 5 долларов или евро примерно все и остается, если ничего каких-то диких скачков не происходит. Вот, с финансовым директором нашим у нас есть ссылка в шапке профиля, и там ссылка на сайт, и там можно найти контакты нашего финансового директора и с ним обговорить все финансовые моменты. Вот, ну, сейчас вот 7300 рублей в месяц, сколько это в долларах можно погуглить. Вот, да, спасибо, друзья, за поддержку и за комментарии ваши. Окей, Света, спасибо тебе огромное. А как астрология тебе в жизни уже как-нибудь могла помочь? Или, если нет, ты не отследила какой-то пока что-то, что, например, мне тоже астрология не стала, например, сразу, когда я в нее погрузилась, что она, например, сразу начала помогать. Нет, был какой-то промежуток, когда я училась ее применять. И только потом, спустя там годик, два, три, мне стало понимать и получаться ее прямо в жизни использовать. Вот, то есть это процесс. Но когда ты начинаешь все видеть через ее призму, нужно время, как с языком, например. Ты вроде выучил язык, но пока еще не практикуешь там, или что-то вот нужно время. И вот вопрос, если ты уже где-то тебе помогла в жизни, это круто, расскажи. Или, если нет, тогда какой инсайт от обучения был самый необычный в своем вот плане? Так, по поводу, вот как ты и говоришь, да, применять прям вот так вот я еще тоже не научилась, но, может быть, это уже просто стало обыденностью, и мне уже это как-то незаметно. То, что я, во-первых, уже разобралась во многом в себе, и это очень помогает, это и успокаивает, и в отношениях даже со своими близкими я уже понимаю, откуда ноги растут. И у меня, у самой, например, какие-то затыки, и, может быть, почему сложности в общении. Так что это очень помогает именно вот в таком плане. Просто вот конкретного какого-то примера я вот не могу сказать, что вот я прям обратилась к астрологии, вот решила. Но я наблюдаю за собой, и вот мы на практиках много же разбираем еще наши карты личные. И да, я там что-то увидели, опаньки, беру себе на заметку. То есть это, конечно, очень помогает. Взгляд, тысячи глаз на твою карту с разных сторон, это всегда будет. Ну и сама тоже уже понимаешь, о чем речь, и что с этим делать. Потому что у нас, конечно, есть и положительные проявления, и отрицательные, и разные этажи проявлений планет наших. И, соответственно, мы уже можем выходить на новый уровень, таким образом, зная особенности своей карты. Вот это вот, да, вот это помогает однозначно. С транзитами я пока вот, мне плоховато, и в плане того, что я еще пока вот не умею так считывать хорошо, но я отслеживаю уже постпакту, когда вот особенно слушаю твои прогнозы. Вот этого начинается. И прямо, да, да, очень интересно уже, когда ты прям вот начинаешь сосредотачиваться на том, что происходит. И, соответственно, может быть, потом буду уже и сама что-то угадывать. Это не быстро, это не происходит вот так, типа, а, вот все, я знаю. К сожалению, да, надо признать правду, что это процесс. Астрология, это вообще она с вами будет какое-то время постоянно, то есть это сопровождение определенной вашей жизни, и она входит в эту жизнь очень постепенно, и не надо ожидать у нее каких-то мгновенных таких эффектов. Но вот у меня это заняло приличное количество лет. То есть это, ну, у человека, который в это хочет погрузиться. Ученики мои уже консультируют, да, многие консультируют, потому что мы репостим, например, тоже я репостю, там у нас в школе репостим их запрос на клиентов. Может, они консультируют за небольшую цену. Не все, конечно, то есть далеко не все делают, идут за профессией. То есть кто-то идет разобраться в себе, кто-то хочет себе прогнозировать что-то, то есть своим близким. Ему просто, может быть, для кого-то это какая-то отдушина на данный период времени, и, может быть, он вообще не пойдет дальше. Это процент в школах во всех одинаковый, что примерно процентов 30 в лучшем случае, обычно даже меньше, 15, они реально начинают делать из этого профессиональное что-то. Некоторые сталкиваются с тем, что вот это очень долго, это нудно, надо к этому вот идти, то есть надо это вот углубляться. А не всем, ну, кто-то вот любит, как бы так, поверхностно раз-раз. И, конечно, есть те, кто делает эту профессию и делает успешно. У меня есть несколько очень классных примеров, которые и на радио выступают, и в журналах публикуются, и, в общем, в своем городе там стали, в общем, завоевали свою, свой авторитет. Но могу сказать, что я не принуждаю каждый раз упоминать, что они у меня учились, то есть даже что они учились, зачастую ты не учишься, причем у одного учителя, зачастую тебе надо, чтобы видеть с разных сторон гороскоп, нужно почитать того, посмотреть этого, поучиться у этого. Я никогда не ограничиваю в этом плане, что нужно вот одной школой или одним учебником, вот только это. То есть нужно открывать горизонты постепенно. Это интересно. Да, у нас на ВИП-тарифе все есть, всегда места, у нас нет ограничений по количеству людей, поэтому в любое время. Можно присоединяться и после старта курса, но, конечно, это может быть вам не очень комфортно. Так, так что вот, спасибо за ваши вопросы. Что касается вопросика, который нам, разберем вопросик из нашего замечательного чатика. Вот смотрите, так, Виктория, наверное, тебе достался вопрос, я так понимаю, от Виктории. Сейчас я проверю. Сейчас, да. Виктория не прикрепляла карту, она спросила так. Найти дело своей жизни, убив двух зайцев, хороший доход и самореализация, то есть деятельность в кайф. Какие дома, планеты и аспекты, в каком приоритете нужно рассматривать и анализировать, чтобы вот так вот выйти на такую, ну, как бы варианты, да, которые могли бы к этому привести. То есть какие вот, как ты думаешь, что нужно выделить для такого анализа, в приоритет поставить, как минимум. Конечно, все мы не сможем рассказать, ну, так, вот, чтобы и доход, и интересно, и вот и т.д., и т.п., самореализация. Ну, вообще об этом все мы мечтаем, и я в том числе, когда мы представляем себе дело своей жизни, это чтобы нравилось, чтобы хобби превратить в своё дело, и ещё и деньги за это получать. Об этом я уже думаю много лет, вот, и вот таким же образом как раз и пришла в астрологию, чтобы тоже что-то понять и попробовать. Ну, во-первых, как мы всегда говорим на уроках и на практиках, что в первую очередь смотрится светило. Но именно если в ракурсе этого вопроса мы ещё и смотрим, это главные, это два дома, 10-й и 11-й, которые о самореализации отвечают, за самореализацию. За призвание. Также мы можем, да, за призвание туда, куда мы стремимся. И, соответственно, планеты, которые находятся в этих домах, обязательно рассматриваем и управителей, потому что это самые главные хозяева этих домов. И, соответственно, если мы хотим зарабатывать, то за деньги отвечает Херон и Венера. И смотрим взаимодействия, насколько они гармоничны или негармоничны с вот этими планетами и управителями. Да, с нашим призванием. Если гармоничны, то, соответственно, всё прекрасно. Смело реализуете свои хобби в деньги, идёте к ним. Если есть какие-то негармоничные аспекты, то смотрим на то, что есть гармоничного. И тогда мы как бы определяем, что лучше у нас пойдёт, скажем так, у своих конёк. И там, где у нас будут сложности. Может быть, эти сложности, кстати, тоже помогут. И также где-то рассмотреть именно их тоже так можно. Естественно, мы смотрим и взаимодействие со светилами. И седьмой и второй дома, которые отвечают тоже за... хозяевами которых являются Венера и Херон как раз-таки. Там тоже можно посмотреть. Да, если нет планет, допустим, в десятом-одиннадцатом доме, у меня вот, например, там только одна планета. Венера, кстати. Это про консультацию. Самые лучшие. Да, да, да. Да, а вот смотри, ну я чуть-чуть... Да, ты молодец. Всё ты правильно отметила. Я чуть подсоберу как рыбы. Значит, приоритетом, то есть, да, конечно, ядро всегда у нас, анализ портрета личности вначале. Всегда в любой консультации, какой бы мы ни подходили, вначале пытаемся разобраться, что за человек перед нами. Вот. И мы уже подходим ко всяким домам и так далее. И, соответственно, всему этому мы как раз и обучаем. Если говорить, ядро личности, это солнце-луно-асцендент и все их аспектации, диспозиторы, связи и прочее. Дальше у нас идёт вот в контексте призвания десятый-одиннадцатый, как правильно сказала Света. И там нужно ещё понять, да, какие есть варианты с этим десятым-одиннадцатым. Планеты там, управители, какие функционалы, как с чем связаны. И потому что эти положения показывают вариативность. То есть они показывают, могут показывать разные варианты в рамках одной профессии, что у вас есть такая функция в этой профессии, и такая, и такая. А могут показывать ещё и варианты разных, в принципе, возможностей реализации через эту профессию. Иногда бывает не одна. Вот. И, соответственно, если они связаны хорошо, гармонично, планеты десятого дома и управители с одиннадцатым солнцем-луной, то тогда как бы мы можем говорить, что да, то, что вы будете делать, три на секстиле там туда и так далее, они сами там, то это может вам действительно быть по душе. То есть это может быть вашим увлечением, оно может стать профессией. То есть есть потенциал на это. И тогда можно, в общем-то, идти от сердца. Но бывает, когда с десятом-одиннадцатым домом солнце-луна противостоят, да, и планеты четвёртого-пятого противостоят часто, и квадраты оппозиции одни, солнце-луной или невидимость. И тогда как бы придётся выбирать. Либо ты будешь делать то, что надо, и это, допустим, будет приносить деньги, потому что с Венерой и Хероном есть контакт хороший, да, но тогда это не значит, что тебя будет прям безумно увлекать, допустим. Ну, есть такие люди, например, вот мой молодой человек, у него такая карта, и он такой, я буду делать то, что надо, и приносить деньги. Ну, мне это не нравится, но пофиг, я как бы готов к этому. Вот. Или хобби будет отдельно от этого, как бы, да, увлечения твои, они будут отдельные. Либо ты просто находишь мужика, который зарабатывает, а ты занимаешься своими увлечениями. Всё просто. То есть бывают такие карты. То есть вариативность довольно широкая, и очень редко бывает, когда там, типа, вот предназначение вообще никак не связано ни с деньгами, и там какое-то отречение от себя, чуть ли не монахом в монастыре. Это крайне редко случается, когда ни денег, блин, ни радости это не может приносить. Вот. Потому что у нас мир такой многообразный. Это раньше были очень рамки в трактовке очень большие, потому что у нас и возможности были ограничены. А сейчас уже мир меняется, и подход к интерпретациям, соответственно, тоже. Кстати, ещё хочу заметить, что на тему проработок многие, вот ты правильно говоришь, что для меня очень многое стало полезно в том, что я осознала. Дело в том, что в астрологии ждут от неё часто какой-то астромаги. Вот поноси такой камушек, вот понюхай такую травку, вот поруби дрова, и будет тебе счастье, аспект проработан. Открою вам тайну, это так не работает. Вот. Конечно, камни, есть астроминерология, да, она там может поддержать какую-то интерпретацию, помочь. Но на самом деле главная проработка в астрологии этого сознания. То, что ты слепой, где у тебя тёмные пятна, она диагностирует сразу. Ей не нужна психология, чтобы открыть это. Она тебе говорит, вот ты делаешь вот так вот, признай этот момент, но если ты ещё обладаешь психологическими знаниями, ты подашь это аккуратно. И так что, я, конечно, тоже стараюсь этой этике, эту этику прививать, да, как правильно подойти, чтобы не грохнуть человека по башке этими вашими осознаниями про его карту. И, соответственно, он, принимая эти моменты, уже 50% дела на самом деле сделаны. Иногда дальше справится, например, уже лучше там психолог, про себя психотерапевт. Иногда медицина, иногда, ну, то есть, астролог, в принципе, не работает изолированно от другого плана. Потому что, если мы хотим эффективно, если мы хотим просто болтать ножками и, ну, как бы развлекаться всякими астромагиями, да, можно, но не факт, что это принесёт гарантированный результат. Вот. И, в общем, мы со всех сторон в это подходим, и астромагию там немного рассказываем, да, и такое, и такое. Так что, в принципе, полноценно можно со всех сторон это рассмотреть. А сознание, это очень важно, не поверите, сколько людей косячат, просто потому, и я тоже в том числе, просто потому, что тупо не видят, не понимают за собой вот эти моменты. Так, и вот, гороскоп помогает увидеть сверху. Он как бы вот, вы видите прямо, вы стоите здесь, и вы видите только вот то, что вокруг вас, вы даже себя не видите. А с точки зрения звёзд мы смотрим на себя сверху, и у нас как бы картинка уже, как бы ракурс совершенно лучше. Спасибо тебе большое. Давайте, извините, что я так много говорю, но вы знаете меня, я не могу в диалоге вести, я доминант. Так, хочу сказать, что давайте вопросик какой-нибудь ваш, дорогая аудитория, по астрологии, желательно вот как про Венеру, Скорпиониту, что-то такое, ну, не 250 планет в одном аспекте, да, а что-то желательно по натальной карте, потому что наш основной курс с натальной карты связан. Вот, и мы посмотрим. Опять про Венеру, а может быть ещё, будут сейчас, просто опять Венера, может быть, что-нибудь разновидно. Наверное, знают, что я весы, поэтому спрашивают про Венеру, это я смеюсь. Такое совпадение, наверное, неспроста. Да, так, вот, ну, давай тогда, ладно, про Венеру, раз ты, весы, Венера в рыбах, в четвёртом доме. Вот девушка пишет, что никогда не было партнёра, не было взаимной любви, и тем, кому я нравлюсь, не нравится мне. Вот как же быть с такой ситуацией? Конечно, без натальной карты это будет, ну так, поверхностно, но тем не менее, чисто ориентируясь на Венеру, как ты думаешь? Ну, вот, что-то чувствуется мне по Венере, которая в рыбах и в экзальтации, возможно, очень высокие требования к партнёру, из-за того, что сама она обладает очень многими уже данными, и поэтому ждёт, естественно, партнёр соответствующего. И, скорее всего, как раз, вот проблема в этом и кажется, что попадаются какие-то всё не до. Возможно, может просто немножко присмотреться и снизить свои требования. Снизить планку. Да, да, планку снизить. Плюс она вот в четвёртом доме сидит, домашняя. Может быть, ей хочется, чтобы всё вот именно такое было семейное. Но опять, вот почему-то у меня чувство такое, что требования, что ли, такие вот завышенные. Ожидания, ожидания большие. Четвёртый дом это семья, правильно? Что если какие-то привитые из семьи такие установки? Да, из семьи возможно какие-то установки, которые трудно, скажем так. Либо пример, либо антипример. Вот у родителей было всё плохо, я так не хочу, мне только самое лучшее, например. Или наоборот, у родителей была такая прекрасная высокодуховная любовь, и мне прям капец, как надо тоже та самая, пожалуйста. И вот тут надо немножко сепарироваться от этих установок для начала, потому что понять, что мы не обязательно будем идти по сценарию родителей. Сценарий для нас, кстати, пишут бабушки и дедушки, а вот режиссёры родители. Так что тут может отличаться программа. Ещё один момент, то, что я бы дополнила, Венера в рыбах влюбляется в какие-то сказочных персонажей, типа насмотрится фильмов, турецких сериалов, книжек начитается, и начинает представлять, что в жизни тоже нужны такие вот эмоциональные, это эмоциональный знак отношения, который образ оттуда берёт с кумиров каких-то. И всё это или влюбляется там, видит, как учителей каких-то духовных, какие-то отношения прекрасные, вот какая-нибудь там Мила Левчук или ещё кто-нибудь. И всё вот в голове построено. Но вы-то это не они. И вам кажется, что то, что здесь Венера в рыбах, всегда кажется, что здесь и сейчас это фигня, а вот то, что там далеко, вот там интересно, красиво, вкусно и замечательно. А под носом это вот скучно. И так будет с каждым, даже тот герой из киноленты, если вдруг он окажется перед вами и вы будете с ним встречаться, окажется, что у Ромео ногти не стрижены на ногах, как говорится, да, и он ещё и храпит. И вам покажется, что всё это уже не идеально, и пошло оно всё в жопу. Вот, поэтому, так скажем, нужно немножечко, да, с реальностью научиться стыковаться, заземляться и обращать внимание на какие-то земные благоприятные такие качества, да, то есть я думаю, что это в комплексе всё-таки с картой, надо смотреть, что именно и как, вот, но в целом, я думаю, что вы молодцы, Света, мы с тобой, ты молодец, ты ответила тоже. Я как раз это дополнить хотела, то, что у меня-то у самой Венеры в соединении с Юпитером, и я вот про это завышенное требование, как раз про вот это вот, что всё такое должно быть, какое-то возвышенное, там какое-нибудь супер романтичное, или может быть даже на расстоянии, да, 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 вот что-то такое необычное, это не так. Как в кино, старых фильмах, типа, вот он там, джентльмен, пальто подаст, дверь откроется, цветами на свидание сразу придёт, вот это всё, как в Великом Гетсбе, я не знаю, там что-то романтическое историю любви, но в жизни всё прозаичнее, к сожалению, у меня тоже Венера в соединении с Юпитером, я тоже страдаю от нашей земной скучной жизни, вот, что оказывается всё одинаково, никаких приключений каждый день, вот, и как бы, ну, здесь и плюс ещё возможно, ну, то есть придётся посмотреть под ноги, как говорится, вот такой сет. Спасибо, Света, огромное, ты молодец, просто я хочу сказать, немножко объяснить, со мной выступать очень сложно, вы про студентов моих за это не судите, они, во-первых, первый раз это делают на публику, во-вторых, я всё время их перебиваю, постоянно дополняю, потому что у меня постоянно понос словесный, вот, и это не у всех такая же фигня, но в личных консультациях я прекрасно знаю, что они очень старательные и подробно рассказывают, просто они, как бы, вот так сориентироваться, как я, импровизировать столько лет, конечно, это нужен опыт, вот, но Света всё равно молодец, ну, в смысле, вот направление мысли и вот это всё, это всё верно, вот, и, значит, спасибо тебе большое, значит, что ещё, я думаю, что ты хотела бы, наверное, попрощаться и сказать какое-нибудь прекрасное напутствие, а потом пригласим следующую нашу замечательную сокурсницу свою, вот. Так, ну, какое напутствие, я, конечно, приглашаю всех в одиннадцатый дом, вы не пожалеете, даже просто для себя много чего откроете, много инсайтов действительно посещает, вот, особенно, когда ходишь на практике, да и на уроках, когда вот мы на лекциях, мы же задаём вопросы Катя, и она нам отвечает на них, очень много всегда инсайтов, поэтому приходите даже хотя бы для этого, не обязательно нацеливаться на работу, как Катя, кстати, заметила, когда ещё, по-моему, на вводном вебинаре, что сначала нужно просто полюбить астрологию и не думать о деньгах, а потом уже там, любимое дело принесёт плоды свои. Абсолютно, так что... Ну, это я по себе сужу, у меня это было так, есть, конечно, другие подходы, это у меня эмоционально так как-то. Ну, меня вот спрашивают тоже, а и что теперь, ты вот сколько ты будешь зарабатывать? Я говорю, я вообще-то шла не для этого, мне понравилась астрология, мне хотелось в ней разобраться. И я понимаю, что ещё очень-очень много в чём надо будет разбираться. Мы только вот, можно сказать, такое вот самое начало получили, но очень насыщенное и глубокое. и это непостижимый океан знаний. Но я хочу сказать, ты знаешь, зарабатывать всё равно можно. В смысле, я имею в виду, что вы себе на себе крест не ставьте, в плане, что ой, я ещё не всё знаю, это бесконечно. Астрология никогда не узнаешь, иначе и так никогда извинешься с места. Да, для многих нужна практика, например, вот куратором пойти, попробовать свои силы так здесь, и потом будет легче под крылом. Мы эту возможность предоставляем. Но у нас многие студенты консультируют уже там из третьего месяца, потому что мы алгоритмы даём, репостим, репостим, кураторы подсказывают, если нужно помочь с консультацией, то есть у нас, и я тоже могу, если нужно. То есть, в принципе, мы поддержку оказываем. Просто тут уже ваша смелость. Есть у нас психологи, которые могут поговорить с вами, поработать на тему преодоления каких-то барьеров. Вот, в школе у психологи тоже есть. Короче, если у вас есть желание, welcome, вас никто не осудит за то, что вы будете там хоть с третьего месяца идти консультировать. Просто не надо там сильно завышать цену, допустим, да, потому что вы только учитесь. И постепенно, да, на практике я за то, чтобы вы консультировали, просто потому, что это нарабатывает опыт, да, даже пусть за 500 рублей. Это нарабатывает тот самый опыт. Да, мы даём практики, и кажется, что уже ничего и не надо. Там мы практикуем, и вот мы на ваших картах, и вот всё, и даже людей каких-то приглашаем. Но всё равно это не совсем самостоятельная практика, всё равно чувствуешь постоянно, мамка разберётся. Пойдёт, да. Вот, а так, как бы, когда ты сам, то уже появляется вот это вот. Так что я ни в коем случае я за то, чтобы ребята пробовали, вот, я готова поддержку оказывать, насколько это возможно. Спасибо. Ну и вообще, конечно, я очень рада, что я попала именно в 11-й дом, в прекрасное сообщество, с прекрасным преподавателем. У нас номер 9, это тоже суперклассное число, как раз-таки юпитерианское. Ну и теперь переходим в десяточку, уже к призванию. Я, кстати, я взяла аскезу, я уже два месяца, по-моему, около двух месяцев не пью алкоголь вообще, что для меня рыбы достаточно, ну я раз в неделю обычно это делала, а тут вообще нет, даже когда нервы или что-то. И вот, мне кажется, что это хорошая тема, если вы идёте на десятый поток, давайте все дружно берём аскезы, кому худеть, кому что, и это самое то. Так, спасибо огромное. Ну всё, счастливо, спасибо тоже за то, что пригласили. Спасибо. Давай, отключайся. Да, и ребята, про энергии десятого потока, как они изменят вашу жизнь, я расскажу в субботу в 11.30 по Москве. приходите на водный бесплатный вебинар, и там будет много полезной информации, потому что да, поток, соответственно, своим энергиям меняет нашу жизнь. И более того, у нас потоки идут, вот так вот, знаете, девятый поток, вот он сейчас прошёл, и будет девятый год впереди у нас, девятка. Как бы наш поток готовит вас к следующему году, то есть подготавливает к энергиям следующего года. Так что, это полезно ещё из такой практической личной точки зрения, потому что вам предстоит проживать, вот сейчас девятый поток захочет с вами сейчас вот девятый год проживать. И они готовы морально, ментально и со всеми нашими энергетическими моментами. Я расскажу, что десятый поток своими энергиями будет вас менять, потому что потом будет десятый год как раз уже, 2026-й, и вы будете к нему уже готовы. Так, значит, вопросы. Следующая девочка у нас прекрасная, это Катерина Ерохина. Она хохотушка. Слышно во всех чатах, где есть активность. На практику по ее смеху идут даже мертвые, неповторимая и очень чувствительная девушка со стереомом в козероге в пятом доме. Вот такая козерожья хохотушка. А все думают, что козерог какой-то не хохотушка, а он очень даже может быть иногда. Кардинальный знак, у них всякое бывает. Так, давайте посмотрим. Сейчас я попробую найти астросказочки. Вот такая прикольная, прикольный ник. Так, давай, жду тебя, Катя. Отвечай на приглашение, и мы продолжим наше общение. Ага. Так, все начинает со стороны. Вот так. Да. Так, тебя не видно пока что. Да, понятно, потому что, во. Ага, отлично. Привет. Привет. О, класс, супер, такой позитивный человек. Вот тебе и козерожка. А скажи, солнце у тебя тоже вроде в козероге, если я не ошибаюсь. Я в козерог, вот к вам пришли, вот этот десятый поток к вам пришел сейчас. Да, отлично, супер. Так, Катюша, расскажи, пожалуйста, как ты пришла к астрологии, какие, может быть, этому сопутствовали кармические возраста, аспекты, циклы, если ты знаешь, и, ну, как нашла нашу школу, почему она? Так, ну, у меня был возраст Сатурна очень тяжелый, неприятный, и я после него там выкарабкивалась, вылезала, и случайно нашла у себя, на самом деле, это вообще как к астрологии пришла, и случайно нашла у себя какие-то лекции по астрологии, вообще какие-то непонятные, левые, чисто случайно, даже не знаю, думаю, что ты мне, ну, я почитала, почитала, такая, ой, интересно, и мне не хватает, и я такая, мне надо куда-то еще, мне надо учиться идти, ну, и я полистала, я как ответственный козерог поискала, по-по-по-по-штургировала, что я там поделала, да, и вот нашла, и такая, м-м-м, как интересно, и пришла сюда. О, здорово, ну, классно, возврат Сатурна, это 30 лет, я так понимаю, он у тебя прямо на Солнце, что ли, был? Он у меня прямо на Солнце был, и на Сатурне, они у меня прям рядышком очень, и мне прям очень, ну, а сейчас мне скоро 36, и у меня прям сейчас, вот, у меня сейчас 28-й день лотоса идет, ну, вот по узелкам смотреть, там, по солнышку, и все, и я, короче, тут, вот, созрела, как говорится. Раскрылась, как цветок, и это прекрасно. Здорово, да, это действительно делает сколько более таким, такой возраст хороший, перерождение подходит, так скажем, в новый цикл, и самое время к нему подготовиться, астрологически по 36, очень хорошо астрологию тоже изучать. Так, а вот скажи, пожалуйста, какие плюсы и минусы обучения ты бы могла отметить, и что посоветуешь, может быть, для лучшего усваивания материала, если было тяжело, и так далее, вот, какие у тебя инсайты? Ну, значит, что я могу сказать, Катерина, не обижайся, но мне тяжеловато усваивать твою информацию с лекцией. Меркурий в козероге, и ему нужно прям вот все по полкам раскладывать. Но, большой плюс, что я иду сразу в конспекты, я читаю, что-то переписываю, методичек целый килограмм, всегда это все есть. Ну, и уж на всякий случай, да, можно пересмотреть какой-то отрывочек, вот этот вот, как девочки до говорили, X2 очень, да, так что прям методички, блокноты, там столько всего есть, очень хорошо. Не знаю, для таких... Да, да, у меня многие девочки, кому тяжело смотреть, потому что там много информации, или мы уходим, допустим, где-то в какой-то инсайт, уплываем от темы, иногда бывает, то в начале урока обычно у нас, например, этим занимаемся, то, конечно, очень здорово вот прочитать, там все четко по... И многие просто по конспектам с удовольствием учились, и если захотелось просто настроение поднять, они приходили, да, поздно. Ну вот, да, я так и делала, и очень удобно. И практики, да, я по сути на практиках там старшие кураторы говорят прям тоже основу прям основ, и ты уже выходишь такой, тебе не так страшно, не так легко, ты так так-тык-тык отторабанил, очень удобно. Удобно. Практики вообще судьи. Ну я рада, да, с практиками стало очень хорошо в школе, потому что раньше я их вела тоже сама, и мы совмещали урок и теорию, это был очень большой информационный объем, слишком сложно, и поэтому вот хорошо, что мы это тоже поделили. Вот, слушай, спасибо тебе большое за мнение, а как астрология уже помогла тебе в жизни? Был ли какой-то момент, когда она тебе, ну так скажем, по жизни помогла, или может быть какой-то интересный инсайт с учебы у тебя есть, который вот ты думала, что так, а оказалось вот так? Ну она мне, она мне прям помогла в плане вот того, что я выкарабкалась вот из этого там, а то Сатурна, этого придавил меня прям больно, сильно, неприятно, и я такая, ну окей, вот астрология, и я тут выползла, мне интересно учиться стало, и я сейчас уже, ну вот уже конец, конечно, я сейчас уйду на десятый куратором, думаю, такая, да, 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 как бы и у меня и уроки бесплатные еще есть, отлично, супер, я очень рада, тут у меня, махинации такие, вот, и вот мне именно как, ну больше психологически она помогла, вылезти, ну я чуть-чуть консультирую, молодец, молодец, надо, вот не чуть-чуть, надо больше, но кураторство тебе поможет совсем расслабиться в этом плане, отлично, а может быть вот инсайт, вот какой-нибудь, ну типа, допустим, ты думала, что вот там, такое-то положение, это обычно дает вот это, но вот что-то не сходилось, и ты послушала, и узнала, что оказывается вот так, и реально работает, ну что-нибудь в этом духе, может быть что-то поделишься, каким-нибудь инсайтом, ну вот, на самом деле, это такой не очень приятный инсайт, я, он такой, ну не прикольный, у меня всякие там за мной мужики бегали, не в хорошем смысле, и я нашла почему, и я нашла такая, а, ну вот нужно там вот то, вот то, вот то делать, и все, вот это вот, ну так прям, ну прям какие-то маньяки, вот эти всякие бегали за мной, ну такое, то есть у тебя какой-нибудь маньяки, да, ну прям маньяки, жгли, ой, ничего себе, ужас какой, то есть у тебя прям поиздевались по-жёсткому, по-сатурнянски, можно сказать, ну прям да, ну в общем, хорошо, ну считай, так, ладно, давай разберем с тобой один вопросик, из чатика, который, я думаю, вот мне почему-то здесь не отражается, что тебе отправили, какой вопрос, а сейчас подожди, посмотрю внимательно, да, видимо, отражается, интересно, спрашивает девушка по имени Уай, интересно, говорит, а можно ли узнать, почему, тут вообще карту опять же мы отразим в ютубе, она будет сбоку находиться, да, и сейчас пока будет не видно нашим участникам, но я скажу, я думаю, что у тебя она будет перед глазами, почему я приемная дочь, спрашивает девочка, как раз козерог тоже, вот, это карма, это мама, оставила меня маленькой, очень где-то в месяцах 7 меня удочерили, и что мне выполнить в этой жизни, такое по судьбе, что вот с какой целью-то это произошло вообще, вот, и у нее такая карта, скопление праща, там идет такой, значит, скорпион, там стоит Марс, квадрат, Нептун, под этим квадратом находится скопление в Стрельце, Луна, Плутон, Херон, в оппозиции к диспозитору Юпитеру, Литроградному, я в шестом доме, и, значит, в козероге солнца, с южным узлом, практически солнечное затмение, предзатмение, то есть сходящееся, и вот дальше там, в Адолее еще пара планет, вот, как, ну, если у тебя карта перед глазами, да, можешь примерно прикинуть, с какой же, как, ну, это очень сложный вопрос, я скажу, но так как ты практиком занималась, ходила, то давай попробуем. Мне на самом деле повезло, потому что последняя моя работа, ну, с клиентом тоже была по карме, вот, очень хорошо, ну, что тут сказать, здесь получается, раз, два, три, ну, вот, вот это вот, двадцать седьмой, получается, день, двадцать седьмой, двадцать восьмой, и мы смотрим еще на предыдущий, опять же, знак, двадцать седьмой, это у нас Нептун, день Нептуна, а двадцать восьмой день Лотоса, и вот она из воды вышла на сушу, раскрылась, двадцать восьмой день, созрела, созрел человек, почему бросили, почему бросили, девочки у нас, значит, что, продолжают путь отца, тут надо смотреть, ну, может быть, поискать, кстати, тоже, ну, как правильно, биологического отца, может быть, что-то такое, и уже понять, что, что там к чему, так, что тут у нас еще, вот в Стрельце у нас стоит Плутон с Хироном, это, в принципе, может символизировать родителей, вот, так что до Солнца, до Луны стоят, верно? Да, 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 и за асцендентом, вот он, Луна, ребёнок, да, асцендент их разделяет, разделил их, очень такой момент, да, возможно, тут ещё оппозиция идёт на Юпитер в Близнецах, и это, возможно, какие-то родительские были, как сказать, неприятные, такие... Шестой дом? Ну, типа, короче, там что-то неприятное было, что-то там, может быть, пили, может быть, что-то такое прям некомфортное. Судя по всему, это может быть с какими-то отклонениями психическими, да, Лепитер шестой. Кстати, и психические, да-да-да-да-да, то есть тут тоже может быть. Ну вот, а покармлив... И алкогольные, да, ну то есть... Ну тут, да, такое, вот что-то вот с психикой, с алкогольным, что-то неприятное. Но покармливая, покармливая... Что могу сказать? Папа свой долг, получается, выполнил. Он родил ребёнка. Вот из стрельца в козерога, скажем так, зашло вот это всё. Оставили, возможно, какой-то очистили, ну, получается, вот у девушки, у неё, её как бы освободили от вот этой вот гнетущей кармы рода. Потому что там всё, ну, возможно, не так хорошо было, плюс там ещё надо поискать, может быть, бабушку по папе. Да. Там тоже, то есть, туда, корни куда-то, я думаю, идут. И нужно это всё, конечно, как-то вот узнавать вот в этот момент. Ну, и тут хорошо, ещё, может быть, именно по козерогу, то есть вот, ну, тут с той стороны, а ещё можно посмотреть, что по козерогу у неё какой-то вот, ну, это же козерог у нас за этот, господи, как это называется, за приёмных родителей. Детей, да, вот это вот всё. То есть, тут может быть долг перед приёмными родителями. Что ещё может быть? Повзрослела, я думаю, рано, ну, козероге. Я знаю, о чём говорю. Я тоже козерог. Вот. Ну, и тут хорошо, конечно, вот жизнь прям с чистого листа как будто бы начинается. Потому что там вселенная на южном узле, да, в козероге и вот солнце. Да, 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 да. Её отпустили, вот ей долг простили, типа, как бы, ты рождена и ты в чистую можешь начинать. То есть, вот это вся вот говно, которое семейное там осталось, тебя вот как раз от него, ну, типа, убрать. Да, да, да. И с этого сбросить всё и всё. А, может быть, ещё цель такая понять себя, ну, через, вот, видимо, туда ещё нужно обратиться назад, посмотреть, и вот какой-то, ну, типа, понять свою миссию жизненную. Тоже важно. это мог. Тоже. Что было с родить с кармой отца и его матери, если покопаться там, поискать вот эту семейную историю, то понять, соответственно, и себя лучше. То есть, как бы, но это не значит, что ты будешь продолжать эту историю и ты обязана там что-то такое повторять. Нет. Речь идёт о том, чтобы как раз не повторять тех ошибок, и понять, что нужно изменить. И вот интересно то, что тут как раз завершающий вот этот вот затмение солнечное, это как бы всё, то, что отец отказался от ребёнка, родил бы, отказался, он как бы закончил, ну, свои задачи, таким образом, у него, ну, то есть, и твои, в смысле, они начинаются с чистого листа, то есть, грубо говоря, ты ничего, по сути, за их там, косяки не должна, то, что они тебя вот отделили, это очень хорошо для тебя, то есть, вот для твоей жизни дальнейшей, потому что их род должен завершиться, то есть, вот, и то, что ты родилась, это вообще чудо, потому что они должны были вообще там, может быть, выродиться, как бы, да, но, и вот, они вырождаются, их род, но ты начинаешь какой-то новый чистый лист, но задача будет, да, луна, она находится до солнца, и она должна позаботиться, то есть, она должна не только покопать информацию про солнце, про своего отца, и так далее, она должна позаботиться о приемном отце, то есть, вот, когда он станет стареньким, то есть, долг, этот южный узел, он говорит, что до 36-38 лет, как минимум, нужно будет заниматься заботой, может быть, о старших, вот, которые меня приняли, это как одна из задач, и потом, тогда уже северный узел там даст возможность идти туда, свою семью, свой род создавать, себя строить, то есть, вот такие какие-то интересные моменты, и вот 28-й, если лунный день, так это единица еще, это как первый, то есть, жертве негрекаты, что как Иисуса, там, отдали, вот, у отца-то, у Иисуса не было, он родился заново, то есть, фактически, он должен был, не то, что тебе надо страдать за грехи человеческие, нет, речь идет о том, что ты можешь вот возродиться как новым, с чистого листа, кстати, тут же еще где-то 23 декабря, а 23 декабря попадает на эти три самых долгих ночи, вот, помните, да, когда как раз Иисус умер и перерождался, то есть, умирал и перерождался, оставался с колен, так что, очень интересная карта, и очень кармическая такая, спасибо, твои мысли очень верны, направления их верны, просто я, ну, как, да собрала, как бы, объединение. Не-не, ну, так вот, тоже так, бах, тебе кидают, и ты должен сразу что-то сказать. Это импровизация, это чистая импровизация, это очень сложно, и, конечно, ты молодец, поверьте мне, многие профессионалы не могут сразу сориентироваться, им тоже нужно, а вы тут должны, я вас кидаю в воду, и вы должны плыть, как бы, не умея толком, прям, идеально плавать еще. Ну, в общем, вы молодцы, я очень горжусь вами, и давай, теперь ответим на какой-нибудь вопросик из чати, кто хочет попытать счастья, так сказать, задавайте, желательно, как я говорю, что-нибудь общее, что было бы интересно всем послушать, без кучи вопросов, так, такие сложные все вопросы попадаются. Девушка спрашивает, что может указывать на бесплодие, мы, кстати, еще как раз, у нас осталось пять уроков, которые связаны с деторождением бесплодия, мы еще это не прошли, ребят, у нас как раз еще вот это самая последняя, такая одна из последних тем комплексная, поэтому пока давайте что-нибудь еще, какой-нибудь вопросик. Так, которые действительно девчонки могут знать. Да, у нас работа непрекращаемая, по плане того, что один поток начинается, другой мы еще завершаем параллельно, то есть, ну, примерно, они не стыкуются, в смысле, как раз мы успеваем, так скажем, до начала, до 3 ноября это сделать, но тем не менее. Если бы, так, ну, ребята, здравствуйте, у меня такой вопрос, стоит ли мне учиться, не, ну, ребят, с датой рождения нет, мы сейчас не будем строить карты еще, мы загрузили те карты, которые у нас были, вот, подобранные, да, нам нужно общее что-то. Луна и Сатурн в четвертом доме дадут конфликтные отношения с мамой, то есть, вот такой вопрос, Луна и Сатурн в четвертом доме. С мамой дадут конфликтные отношения с мамой, ну, с мамой можно конфликтовать и не только на Луне, с Сатурном в четвертом доме, я так скажу, вот, ну, то есть, это точно, могут, а могут и не давать, вопрос, как тоже проигрываться, вот, как аспектированно, как аспектированно вопрос, да, тоже, может быть, там все это перепрошивается, вот только так, как девчонки говорили, астрология не приговор, вот, что можно сделать, Сатурн, Луна в четвертом доме, куда-то направить свою энергию на что-то другое, на какой-то, что там, в Луне что-нибудь, ой, что-то вся из головы вылетела, ты просто тяжело был вопрос, ты еще там в той карте, я думаю, поэтому... Я и читала, что я тут ездила, я тут такая, а где тут Луна? Да, да, я понимаю, это тяжело переключаться, так, ну, Луна с Сатурном, давай вспомним, это тоже самое, похоже, если я не в соединении, то это практически как Луна в Козероге, вот, что ты сказала про такую маму, какие есть этажи проигрывания, положительные, отрицательные? положительные у нас по Луне в Козероге, мама у нас, это же про ребенка получается вопрос, правильно? Короче, ладно, мама у нас какая-нибудь ответственная, мама какая-нибудь там строгая, мама взрослая, мама, или там, кстати, ребенка можно сразу уже, оп, 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 и все, в режим его сразу засовывать, очень, в принципе, неплохо. у мамы карьера, то есть, полно положительного всякого. Очень часто Луна в соединении с Сатурном, она может давать маму гиперопекающую, которая такая, ты должен делать так, как я тебе сказал. То есть, вот в рамке, и как хочешь, да, вот в рамках этих действий, ограничивать, так скажем, с нашего изъявления, что тяжело, потому что человек хочет проявлять свою самостоятельность и свою волю. Вот, и с одной стороны, то есть, тут надо понять, что, наверное, родители, они не меняются. То есть, они уже взрослые, старшие, вы их не поменяете. Тут надо научиться лояльности, да, к своим уже пожилым, как говорится, предкам, вот, в какой-то мере. Просто говорить, да-да, мамуль, и делать по-своему. Очень про... Вот, примерно так это работает. То есть, если вы уже взрослый человек. Потому что, да, они хотят... Понимаете, чего хочет Луна с Сатурном? Вот, помните, мы говорили про Козерога Водолея, напомню тебе, сложно тоже так быстро вспомнить, что они больше всего хотят благодарности. Вот у меня отец тоже... Их надо хвалить, да. И они такие, пожалуйста, вот я тебе столько дал, я тебе аж все сделал, я тебе хотел самого лучшего, пусть, может быть, ты хотел другого, но плевать, я хотела же самого лучшего. Вот, давай... стакан воды, или спасибо скажи просто, да. Ты можешь просто сказать мне, каждый раз, когда ты меня видишь, поднять за меня тост и сказать мне спасибо. Вот, мой отец только так говорит. И ты чувствуешь эту бетонную плиту постоянно рядом с ним, что он ждет этой благодарности, вот это какая-то даже нарциссическая акцентация, что он тебя как будто винит в том, что ты вот такая неблагодарная, а вот собака благодарнее тебя, поэтому я теперь люблю собак. Вот, ну и что-то в этом духе. А на самом деле просто нужно по-человечески вот входить в положение и говорить спасибо папуле, спасибо мамуле, вы такие молодцы, вы столько мне дали, да, я уже давно за ваш счет не живу, но все равно спасибо большое. Вот, как бы, ну, то есть, вот надо быть мудрее немножко, потому что родители, они же когда стареют, они превращаются в наших детей в какой-то степени, то есть мы были их детьми, а теперь мы меняемся местами. И нужно учиться с этим, в конце концов она дала вам ту опору и нужно это оценить, да, если это так, конечно бывают разные случаи, согласитесь, зависит от аспектации и так далее, но воспринимать можно маму научиться по-хорошему такому этажу. И вот, в принципе, твоя мысль тоже была верна, что она, ну, как бы старалась, да, для, опекала и так далее. То есть, ну, в общем, хотела благодарности. Спасибо тебе большое, ты молодец, и, я понимаю, это непростой у нас челлендж сегодня, но вы все равно держитесь. Расскажи, пожалуйста, какое-нибудь напутствие поступающим, да, как, ну, что бы ты хотела пожелать нашим замечательным студентам, кто захочет учиться, вот, и, ну, попрощаться. Спасибо тебе большое. Спасибо, Катерин. Ну, что я могу сказать? Не бойтесь выходить на практики, не бойтесь задавать вопросы, если вы идете в школу. Это всегда вообще не страшно, глупых вопросов никогда не существует, это точно. То есть, прям элементарных даже, ничего такого нет. Поэтому задавайте вопросы, всегда учитесь, и астрология поглотит вас, и десятый поток тоже. В хорошем смысле. Не то, что. Спасибо большое. Нет, а ты так сказала, какую-то мы септу какую-то тут зазываем. Нет, ни в коем случае. Спасибо тебе большое. Нет, здесь, правда, классно, очень круто. Я прям, я здесь подружек нашла. Вообще, супер. Я пришла чуть-чуть позже, чем начало было, после дня рождения, такая, ну, вот оно, вот оно, и пойду. И прям, оп, оп, и все, девчонки вокруг есть, помощники есть, кураторы вообще в огонь. Катюша, ты? Спасибо большое, мое дело, левое. Классно, спасибо тебе большое. Козерог зачем идет, да, уронистый или сатурнянец, он идет за коллективом, то есть ему важно вот это. Каждый найдет что-то здесь для себя, то, что ему важно. спасибо большое. Увидимся тогда с тобой на следующем потоке и вперед, следующий. У нас еще две девчонки классные, вот, и мы еще на вопросы ваши ответим. Давай я тебе помогу сейчас, или ты нажми на крестик, вот. А, крестик, вот. Да. Сейчас мы тогда возьмем Машу, у нас еще одна девчонка есть, Маша Кир. Маша Кир тоже у нас всегда на уроках активничает. От ее голоса сирены в море замирают. Настолько прекрасно поет Маша, а мы наслаждаемся на практиках. Говорит она, вот, замечательно. Одна из самых любознательных, новолунных девочек. Дев на девятом потоке, мои любимые девы, девушки, остается в школе на десятый поток координатором, тоже куратором, что очень важно. Здорово, что сегодня вы еще и познакомитесь заодно с нашими потенциальными кураторами, которые, значит, учатся. И давайте посмотрим на тогда Машулю Lady M. Inc. Сейчас, Lady M. Так, Инстаграм упорно не хочет мне подсовывать варианты сразу. Хочет, чтобы я писала полностью. Так, приглашаю Машу, вот, и отправила себе приглашение Маша, попробуем, присоединился. Ура! Привет, Маша! Привет! Прекрасный, действительно, голос. Так, здорово. Где у тебя Венера? А, да, моя Венера обительная. Она сидит у меня в десятом доме, в веса. А мы просто завидуем, но не от всей души. Это мой включенный Меркурий. Прекрасно. Так, да, у нас за голос, как вы знаете, отвечает на самом деле. Меркурий отвечает за речь, он тоже влияет на характер разговора, как вы общаетесь, но и Венера отвечает за голосовую диафрагму, там, и так далее, горловую чакру, и тоже влияет на голос. А вот скажи, ты пением каким-нибудь занимаешься, или так? Ну, у меня высшее образование по классу скрипки. Ох, ничего себе. Ну, под скрипку особо не попоешь. Ну, ведь приходилось в хоре всю жизнь, так как это один из отраслей нашей музыкального образования. Так что, да. Здорово, здорово. Ну, творческий, эзотерический человек, что скажешь. Вообще, девы и близнецы чаще всего встречаются в музыкальных сферах, потому что их очень тянет этот их Нептун, Юпитер напротив, они прям туда. И успешнее всех, самые лучшие певцы и музыканты, как вы знаете, Майкл Джексон, Пинк, не знаю, там какие-нибудь, Фредди Меркьюри, они все девы, например. Вот, и вот, давайте, Юлечка, расскажи, как ты пришла к астрологии, докатилась до жизни такой, и, собственно, что этому сопутствовало, и как нашла нашу школу. Да, сейчас пойду издалека. Я с детства полюбила книжку «Настольная балла», «Легенды и мифы Древней Греции», Куна Николая. Круто. И так как все звёзды, планеты, созвездия в итоге назывались именами тех или иных греческих богов, меня, естественно, как начала интересовать вся природа космическая и всё то, что в космосе, не здесь, да. Естественно, много очень на всяких просторах и астрологического шума, и... и вот в итоге... А ты в какой стране находишься, кстати? Да, вот забыла спросить. Да, я сейчас... Извините, я на работе, я сейчас сижу в Нью-Йорке у себя на работе, поэтому такие походные условия, но... Круто, круто. Да, и вот пришла ко всему этому через то, что просто начала смотреть здесь и там, попала на твоё видео, Катрин, в Ютубе, одно из твоих самых ранних. И, во-первых, знаешь, смотришь одних астрологических видео, там, видишь по таймингу, там, 15 минут, 27 секунд, смотришь твоё видео 6 часов. Да, это 33 минуты. Да, да, то есть, я такая, так, объём, раз, значит. Ну, это когда надо что-то включить на фон и вроде как не надо переключать, да, можно послушать. Прекрасно. Я сразу, я сразу за объёмом. Сначала послушать тебя, во-первых, тебя можно слушать бесконечно, под твой голос. Иногда можно, конечно, и уснуть, но... Да, это рыбья. Да, укачаешь, но, объём, и причём это же, вот ты говоришь, вода, да, а на самом деле это не вода, а на самом деле это всё такие объёмно, но это всё по теме разговора. И вот, что, как обычно, сейчас, извините, я сейчас тут перемещусь немножечко, если вы не позволите. Ну вот, видишь, как музыкант, иностранец, на девятый поток, так это же самое то, как бы попало, как говорится, в символизм Нептуна, вот, и свою стихию. Вот, например, предыдущая наша девочка, она козерожистая, ей десятого потока, как бы дождаться, да, она решила всё-таки упередить судьбу. Так, но я шучу, нет, на самом деле неважно, какие у вас показатели, это не обязывает какому-то конкретному моменту, просто тут по чувствам, по энергиям. Так, и, значит, ты решила, решилась поучиться, да, а что сопровождало на небе, может быть, ты знаешь, какой-то цикл был или сколько тебе лет был, там, что-то такое. Да, так вот, вышло так, что я 30, как раз мне вспомнилось 37, и я сама новолунная, и день такой первый, и я примерно привыкла ходить как ёжик в тумане по жизни, то есть такое, там, девушка шагающая в темноте, но, и тут вдруг, знаешь, во-первых, твоё видео, во-вторых, посмотрев вводные вебинары и то, что девятый поток у меня в листелю в девятом доме, так думаю, так, что-то, то есть, какие-то знаки, да, вот какие-то эти такие моменты где-то здесь и там, думаю, так, вот он, моя лампа, лампада, за которую я пойду. Круто, круто. Да, и вот, вот, собственно говоря, так, оно всё очень экспромтно, спонтанно, как и нужно девятьседомнику случилось. Да, всё решила буквально после просмотра вводного вебинара и всё, моё, пошло. Я рада, что ты нас нашла, мы нашли себя, это здорово. Слушай, Машуля, скажи, пожалуйста, как у тебя, ну, вот, что было сложного в обучении, да, чтобы ты, как бы, усваивать материал, что помогало, потому что его много и какие, может быть, минусы ты ещё отметишь, может быть, то, что девчонки ещё не отмечали, потому что все про объём, может быть, что-то ещё, ну, то есть, или плюсы, то есть, feel free. Да, 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 что хочу, просто тогда уже свои колокольники буду рассуждать, и для всех, всех дев и отличников, те, кто имеют этот комплекс, призываю также послушать, а всю жизнь я была отличницей и всё делала, там, досконально, до последней, там, буковки, там, все тесты, все задания домашние, но так как жизнь, естественно, нам, многим из нас приходится совмещать и работу, и учёбу, и личную жизнь, и иногда этого времени всего не хватает. И вот, что самое, вверх, вверх от тебя, подача, девочки, идите в своём темпе, да, не гоните себя до изненужения, там, читать каждую методичку сразу же, каждую книгу, потому что объём информации невероятный. Вы все как пойдёте, все, кто присоединится к школе, я надеюсь, вы все увидите, что вам ещё и копать, и копать, и этот весь материал с нами остаётся намного, на три года, и всё это можно скачать, да, и там, поверьте мне, девочки, вы ещё не дочитаете, и десяти лет не хватит, чтобы прочитать все эти книги, которые Катерина и кураторы с нами делятся, и всё объять необъятное невозможно одновременно. И, Катерин, по-моему, ты говорила несколько раз в своих видео, что ты вообще копалась в соку Натала очень долгое время, пока не почувствовала, что, окей, так, эту тему я освоила, я набрала несколько примеров, чтобы доказать свои теории, и только после этого пошла дальше. И тогда, то есть объём, да, вот мы вот охватили за год, но там ещё копать и копать и копать, и поэтому я остаюсь в школе, потому что, даже несмотря на то, что, опять же, всё идёт и продолжается в жизни, но я там ещё копать и копать, вообще астрология необъятна. Абсолютно, да, засасывает, эту бездну засасывает. Но зато перестаёшь бояться глубины, высоты всего, потому что понимаешь, что мир, он, в общем-то, взаимосвязан настолько. Здорово, я рада, что ты, ну вот, ты как бы выбрал для себя какой-то метод, допустим, который тебе был комфортен, потому что у нас много вариантов, как можно подобрать себе инструменты, которые тебе будут помогать осваивать хотя бы ту часть, которую ты готов сейчас освоить. Ну, допустим, ты смотрела только видео, или там, ты читала конспекты, или ты тесты проходила, что тебе помогало? Так как я музыкант по образованию и запоминаю очень много именно на слух, я предпочитаю слушать свой голос. У меня он так на бэкграунде звучит, в доушниках, неважно, чем я занимаюсь. Это очень правильно. Так и надо. Оно откладывается, когда ты делаешь свои дела. Иногда, как я уже сказала, из-за разницы во времени, школа для меня здесь начинается в 2 часа ночи. И я не совру, иногда я так включу в 2 часа ночи урок, а потом там часом к 4 я немножко так раз и отключаюсь в мир сновидений. Потом мне снится астрология, просыпаюсь, урок все еще идет. Инсайты. Да, инсайты. И тут раз так, ммм, интересно, что самое интересное, что так и... Все равно сразу же раз и включилась в волну обратно, идешь так такой, слушаешь, ммм, класс. Ну и потом, естественно, сразу же запись дана нам буквально в тот же день и я могу все это переслушать, все, что не успела и на там на двойной скорости, какой скорость вам подходит. Поэтому да, но мне еще очень нравятся опять же такие все презентации, которые делают вы все и ты, Катерин, потом добавляешь свои мысли по ходу урока и самое-самое, что помогает вообще в итоге это практики. Практики это основное. Да, наши великие кураторы, которые Анна и Ирина, это главные кураторы 11-го дома, они просто сидят и это столько нужно терпения, чтобы сидеть и вот так вот слушать нас и быть терпеливыми с нами и нет глупых вопросов, они вообще ни разу тебе ты не чувствуешь себя, что, ой, я что-то не знаю, сейчас боюсь спросить. Нет, наоборот, ты выходишь, они направляют твою мысль правильно, каждому свой подход. Как это вообще возможно, я не представляю, но я просто преклоняюсь и перед тобой как учителем, и перед кураторами за все. Спасибо вам огромное, это просто невероятный труд и я... Эти кураторы у нас, да, ой, вот у тебя уже поклонники появились, говорят, можно нам этого куратора? Да, замечательно, потому что наши замечательные... Если у вас особенно часовой поезд соответствует Америке, вам будет комфортно, потому что лучше по часовым поездам еще подберуть кураторов, чтобы быть на связи. А вот, да, Ирос, ты знаешь, Ирос, наши замечательные анюты, они самые, нам очень повезло, потому что мы долго искали таких потрясающих кураторов, пробовали разных на такие ответственные должности, и, значит, они как-то вот умудрились все это так собрать, мы их очень ценим и очень за них держимся. Ну, собственно, как и за всех наших старожилов нашей команды, потому что без этой команды в принципе школа не школа, то есть мое дело тут максимально сверху, я там верхушка айсберга какая-то, а вот там вот в этом айсберге там огромный объем работы, куча людей, очень важных и очень нужных нам. Так что я рада, что мои студенты это очень хорошо понимают, и вот и то же к этому прикипают. Вот, и, значит, могу сказать, что, ну, здорово, что ты нашла для себя какой-то подход, и вот здорово, что ты именно на фоне, вот ты слушаешь, да, занимаешься своими делами, и у тебя есть, как бы, свое дело, и ты параллельно, и это очень правильно, потому что все думают, ой, надо там вздумываться в каждое слово, что-то там записывать, за вас, во-первых, записывают, во-вторых, можно реально это откладываться, вот я обладаю небольшими способностями к гипнозу, и поэтому, как бы, то, что нужно, вам отложится все равно, и вы потом будете удивляться, но это всплывает в голове, вот, и еще один момент, который мне хотелось отметить, тут вопрос интересный поступил от аудитории, вот я параллельно отвечаю, есть ли у вас ученики-инсайтеры, вот меня спрашивают, которые приносили какие-то инсайты, я вам скажу так, каждый поток, и в общей своей массе, и отдельно, на каждом нашем встрече, на каждой нашей лекции кто-то пишет, вот там, про себя что-то, а у меня вот так, свой пример, мы постоянно примерами делимся, и как это в жизни, и в течение урока, и ты такой, блин, это же вот так, то есть, даже в моменте, то есть студенты, в принципе, и делают все вот то, что я познаю, это познаю тоже через студентов, не только самостоятельный, очень большой объем, так что они все инсайтеры, поток всегда приносит свою энергию, и свои знания, и свои, как бы, вот что было внутри, вот как облако целое, да, вот этот iCloud, в который каждый накидывает информацию, и ты потом вот это скачиваешь, и потом получается невероятное исследование, и у каждого потока своя какая-то была офигительная фишка, например, и у этого потока много, я резюмирую, и расскажу, что он мне принес на вводном вебинаре тоже, что тоже стало очень важным, потому что там было много, и я очень благодарна. Я не дам, я не дам Кате соврать, потому что я неоднократно сама становилась свидетелем того, как Катрин начинает тему, кто-то что-то комментирует, и тут тебя что-то озаряет, и мы начинаем в этом копаться, потом 30 разных карт смотрим, и какой-то новый инсайт тут же приходит, потом ты работаешь всю ночь, разбираешь кучу всяких карт, на следующем уроке, так, ребята, я нашла еще кое-что, смотрите. Да, это такое коллективное исследование, то есть я как учитель просто направляю, а мы вместе на самом деле этим исследованием постоянно, это как лаборатория такая вечно работаешь, это очень интересно. И вот знаете, я точно знаю, спасибо тебе большое, что поддержала эту тему, и знаете, фишка в том, что когда у вас какие-то жизненные трудности, и вот на фоне происходит в жизни какая-то фигня, ты когда входишь в этот поток, ты такой немножко от этого, ну тебя это расслабляет, намного лучше, чем алкоголь, намного лучше, чем фанатичная, допустим, религия, или какое-то одинокое творчество, ты здесь вот как бы, ну не то, что отключаешься от проблем, но тебе они начинают казаться намного более решаемыми и простыми, вот многие со мной этим тоже делятся, что это очень помогает, особенно если в депрессии, допустим, даже находится, или еще в чем-то, вот такие, это просто психологический процесс даже идет, вот, увлекательный, и вот, спасибо, так, скажи, пожалуйста, был ли у тебя случай, когда астрология тебе в жизни чем-то помогла, или какой-нибудь инсайт, который вот тебя так зарядил во время обучения, там, ты думала вот так, а на самом деле оказался вот так, и такая, вау, или там, что это вот так работает, или, допустим, просто вот на деле ты что-то применила и сработало из того, что, как бы, понимаю, что может быть это рано даже еще, но пока, может что-то было. Да нет, такие, такие, да, а что самое интересное, а когда в самом начале учебы ты посоветовала нам всем взять блокнотик, так, петрадочку, и начать записывать, ну, кому что подходит, да, кому подходит на телефоне, кому подходит там, я еще все, ручка и бумажка. Круто. Да, взяла блокнотик и начала буквально по каждому знаку зодиака, по каждому транзиту, по каждому аспекту записывать свои наблюдения. Во-первых, начинаешь себя и свой знак понимать очень хорошо и знак Луны, и знак Солнца. И так как у нас, у нас вообще во всех практически все знаки зодиака иногда задействованы, так как каждая планета где-то что-то, где-то находится, понятно, какие-то каналы преобладают, но что-то находишь в каждом там по знаку узла, что-то там тебе приглянулось. Потом, первый раз, вот как помню, как сегодня, Катрин, ты когда говорила про переход Венеры, это был год назад, мы уже прожили это в этом году, но был переход Венеры-Скорпиона, и меня, у меня кожа просто покрылась краснотой ниоткуда. И ты тут же на уроке рассказываешь, так, товарищи, кожа может пострадать здесь и там, там еще были неблагоприятные другие аспекты к Венере, то есть, и так вот, как записываешь это все, потом смотришь, так же это все и происходит, и так начинаешь понимать вообще, как это все, вообще ты, когда мы на 80% состоим из воды, да, если Луна, какая-то Луна, какой-то спутник Земли способен влиять на океаны, на приливы и отливы, на самые большие, да, а ты на 80% состоишь из воды, естественно, что небесные тела метафизические, эзотерические будут влиять на тебя, хочешь ты этого или нет, поэтому я тебе, у меня, кстати, тетрадочка инсайтов, Катрина, после года обучения, поэтому, да. Отлично, ну, я очень рада, что ты проживаешь, чувствуешь, прочувствуюсь, как это все происходит, и теперь, когда подходит какой-то напряженный момент, то ты знаешь, что, ага, так, с кожей лучше не экспериментировать, а вот здесь сам лучше не делать вот это, то есть, и действительно, иногда проработка, например, в транзитах, она заключается в том, чтобы просто не делать глупостей, в этот момент, то есть, которые эксперименты какие-то не проводили. На пилинг лица, там, когда Венера, Марс там экспенсирует, кто-то задавал раньше вопрос, девочки, не записывайтесь, потерпите, время придет. Да, 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 вот так вот. И поэтому, конечно, это помогает. Слушай, давай разберем один вопросик, я понимаю, что это непростой вопрос, но тем не менее. Значит, вопрос от Юлии из нашего телеграм-канала. Не уверена, что мой вопрос интересен, но за 28 лет не было ни одних длительных отношений. Интересно узнать, почему это видно ли вообще в гороскопе. Вот, и в гороскопе у тебя перед тобой, мы сегодня как раз проходили карты безбрачные, надо сказать, у нас была такая тема, но не факт, что, то есть, прям будет, это именно безбрачие, то есть, мы не будем ни на ком ставить крест, просто имея в виду, что, может быть, ты найдешь какие-то причины, вот, кстати, очень связанные с вопросом даже из этого чата. Тут в карте Солнце в Водолее в соединении с Марсом, оно находится между Марсом и Ураном, значит, Водолеем, потом идет Венера в Рыбах в соединении с Сатурном, седьмой дом в Овне, южный узел в Овне, тоже в седьмом доме, многие классические школы скажут, южный узел в седьмом доме, значит, никаких отношений, вообще забудь про эту тему, тебе туда не надо, вот, иди на северный. Вот, северный узел в соединении с Хероном, то есть, южный в седьмом, в доме Херона, а северный на Хероне, вот такая вот фигня, и, то есть, оппозиция 1,7 получается из-за узлов, и вот, собственно, Солнце находится на вершине косого паруса с этими узлами, в Водолее, с Марсом, диспозитором Южного, и Ураном, и вот Венера в соединении с Сатурном, то есть, в принципе, это, ну, и Луна в Раке, она вообще вышиблена туда, куда-то, в невидимость, в девятый дом, вот, вот как ты думаешь, как бы, чтобы можно сказать, почему у человека ничего серьезного, длительного, за 28 лет не получается, и что можно с этим, ну, в принципе, она не спрашивала, что можно с этим сделать, поэтому вот уже даже психологически иногда по вопросу можно считать. Если человек не задает вопрос, что можно с этим сделать, а хочет ли он что-то с этим делать, то есть, тоже можно подумать на эту тему. То есть, вот порассуждай, попробуй, как ты думаешь. Да, так, вообще здесь, конечно, информация на консультацию, это во-первых, а во-вторых, здесь просто конь не валялся, сколько аспектов, а плюс начну сначала с моей меркурианской стороны и скажу, что 28 лет и не было длительных отношений, это ничего не значит. Значит, по опыту своей семьи, 28 лет мой отец только закончил свое высшее инженерное образование, и у него не было тоже никаких отношений, то есть это все настолько относительно, то есть я не знаю, вы всю жизнь пытались, Юлия, да, вы всю жизнь пытались, там, преследовали отношения до этого, или что происходило до этого, да, то есть столько больше вопросов, чем ответов. Теперь, если мы посмотрим на карту саму по себе, да, хорошо, у вас очень прикольные узлы, вот, как Катрин сказала, то, что мы их называем узлы-перевертыши, что очень прикольно, потому что первый, получится первый дом в весах, да, обычно мы начинаем первый дом овен, да, а теперь седьмой дом, получается, в овне, и там находится этот южный узел. И что, да, ну, такая как бы, как, может быть, приходится, немножко нужно перевернуть свое, свой вид на жизнь, свой взгляд на жизнь, да, то есть вы пришли в этот мир уже, зная, что-то вот там, допустим, детство могло быть какое-то таким, там, воинственным, может быть, там с мальчиками бегали, у вас солнце очень янское, да, водолейское, которое еще и в кардинальном доме, но фиксированном знаке, соединение с Марсом, то у вас точно боевой характер, да, как Катрин говорит, классическая школа, да, это, получается, этот, вот это солнце, которое соединилось с этим Марсом, Марс является управителем этого седьмого дома, что вы сам себе лидер, сам себе голова, а нужны вам эти отношения, как Катя только что сказала, действительно, то есть это такое, может, какие у вас партнеры вообще были, да, то есть давайте... Сам себе и баба, сам себе мужик называется, да. Да, то есть я сам себе все сделаю, да. Тут же вот солнце, да, все равно это начинается с солнца, солнце янское. Какие у вас были партнеры вообще? Что же себе выбирали? Это их же, там, не знаю, каких-нибудь очень янских товарищей, с которыми невозможно было найти вообще язык, а вы боролись все за это, кто из вас главный. Янские, это огонь и воздух, я на всякий случай уточню. То есть огненно-воздушно. Да, очень правильно. Да, то есть может у вас тоже только одни там воздушные товарищи были, которые точно так же с вами боролись за свой край одеяла. А вам с такими узлами нужно быть очень... вам нужно овно, то есть весы надеть на овно, да. Каким-то опыт с мужчинами, конечно, нужно, во-первых, набрать. Во-первых, нужно набрать вот этот опыт с мужчинами. Во-вторых, уметь быть гибче в отношениях, то есть не рубить с плеча, а обуздать овно, дипломатия весовская. Седьмой дом, весы. Да, это, может быть, будет против шерсти на каком-то уровне, так как оно само по себе сочетается, как перевертыши, но тем не менее. Плюс, смотрите, солнышко, да, вот мы про Луну сказали, тут, которая еще и находится на Тау-квадрате на ваших узлах. Луна аж там, да, аж в Раке, да. Вы, Козерог, вам нужно все... Водолей, извините, Сатурнианский канал. Вам нужно... Водолей, вам нужно все, чтобы было, да, там, знала хорошо своего партнера, так, долгое время, чтобы вы дружили, чтобы вы друг друга понимали. А вы притягиваете, чтобы партнер был серьезный, у вас это замечательная Венера, соединенная с Сатурном. То есть все должно быть уже так серьезно. А вы притягиваете к себе кого? Кто знает напротив? Посмотрите, вот они, ваши Раки и Львы. И как вы, возможно, когда-нибудь узнаете в нашей школе, первого партнера и вообще какого-то партнера с начала вашей жизни, вы притягиваете к себе по Луне и выбираете себе по Луне. А Луна у вас где? В Раке. Может, каких-то там, не знаю, мальчиков, которые там или иностранцы, или что-нибудь такое. Ну, какие-то инфантилы, да, по Девятому Дому еще и в Раке. Плюс, смотрите, вас, конечно, до полнолуния не затягивает, но получается день, наверное, лунный где-то 12-й, я так думаю. А что это значит, да? Это лабиринт, сердце, 12-й лунный день, это эмоциональный лунный день, это вам нужно, вы всю жизнь ищите выход из любой ситуации. Возможно, просто не все сразу оно и придет. Нужно время. Вам, опять же, возвращаясь к этой Луне, извините, Венере в соединении с Сатурном, во-первых, она в рыбах, да? То есть, вот как Катрин до этого говорила про, и мы говорили про Луну в рыбах, извините, Венеру в рыбах уже. Что это такое, да? Придумали себе какую-то любовь, которую вы увидели в каком-то фильме или прочитали в какой-то книжке. А в жизни не всегда так бывает. И плюс, вообще, оно вам надо, да? Вот Венера, которая этим Сатурном соединилась с ним. И то есть, может быть, вам одно и хорошо, и само по себе, и как бы, не знаю, ну как, это не аспект монашки, нет такого. Но то есть, тоже можно было и в монахине тоже пойти вместе с этим. Это понятно, что вам нужно все. Вы сами себя, возможно, еще и ограничиваете. Вообще, на каких партнеров вы обращаете внимание? Возможно, вам нужно искать прямо противоположную товарища с таким же, вот как мы сказали, янские и инские знаки, да? Ян, ян это огонь и воздух, а инь это земля и вода. Возможно, вам нужно с точностью, да наоборот, партнера с Солнцем, у которого оно будет. Вот инская, то есть, какого-нибудь этого самого земляного, земляного, водного. А луна, пусть у него будет янская, чтобы вы как-то так раз соединились, и что-то вот оно к вам пришло. Поэтому, не знаю, не стали, во-первых, 28 лет, ну и что? Во-вторых, во-вторых, не знаю, мне кажется, вообще здесь нечего, ну и не было сейчас. Вам нужно просто время, такой в Венере нужно время, не сразу всё это приходит. Совершенно верно, ты молодец. Вообще, я могу сказать, ты одна из прям отличниц нашим сегодняшним, я не могу сказать, девчонки тоже молодцы, но у тебя достался сложный вопрос, и ты очень хорошо его разобрала. Вот, у тебя, совершенно верно ты говоришь, что девушка вроде как хочет, во-первых, она асцендентные весы, она такая, ну, я хотела бы, чтобы партнер за меня решал. Да, то есть, я себе думаю, что я там, допустим, не очень-то решительно. А вот управитель 7 Марс в соединении с Солнцем, в бисекстиле с Плутоном, она такая, ну, вот я хотела бы, чтобы ты это решал, но в итоге мы сделаем, как я хочу, то есть, по-моему. То есть, если ты будешь сопротивляться, я тебя заставлю. Ну, то есть, примерно так. И, короче, у мужчины диссонанс может это возникать, что как-то так, вроде девушка была, оказался мужик в юбке. Вот, ну, то есть, какая-то странная история. И плюс человек может начинать отношения с секса, а с его Венерой и Сатурном, и с Луной, секс тут, как бы, это навязанный такой, какой-то стереотип, что надо, или надо искать плохого парня, с которым надо с сексом, вот это вот асцендент, дисцендент такой и т.т. И вот он будет сильный и тогда, но чем чаще вы начинаете отношения с секса, тем быстрее они будут заканчиваться тоже. Вот такая фигня, для такой Венеры это не очень полезно. Поэтому, ну, секс должен быть, но когда мы уже друг друга давно знаем Венера с Сатурном, и ты абсолютно верно сказала, что ей нужно время, и что нужно подружиться с человеком, побыть с ним, не торопить события, не ждать, ну, не форсируй, чтобы он, типа, я хочу, чтобы он выбирал, но я его форсирую. Почему-то. Или, допустим, ну, а если он не согласен, то пошел он в жопу. И вот изгнание Солнца, оно часто работает как избегающая привязанность, типа, чтобы меня не послали, я быстрее пошлю. Тоже, ну, такие могут быть варианты. И вот надо как-то втираться потихонечку в это доверие, и если с людьми, с которыми ты уже давно даже знаком, возможно, плюс, инское, так скажем, Солнце, вот эти водные и земные знаки, они хорошо подсоединены. Цепят эту Венеру, и Сатурн, и на постоянство, и рак, и будет вот этот первый заход с Луной, и как бы просто не нужно форсировать с какими-то сексуальными отношениями через это идти, или через какую-то дружбу, веселье там. То есть, это глубокое такое потихонечное проникновение должно быть. И, возможно, с возрастом оно действительно и придет. Ну, а может быть, придет с возрастом понимание, что мне одной хорошо и вообще. То есть, тут может быть и такая раскладка. То есть, в зависимости от того, что нравится. Вот, спасибо, ты большая молодец. В принципе, я даже, ну, считай, дополнила то, что и так сказано. И последнее, что, последний челлендж, так сказать, это вопросик из зала. Пожалуйста, ребята, что-нибудь общее такое, попроще, что можно на слух воспринять без карты. Так, да, так. Расскажите, пожалуйста, про узлы Южной Близнецы, Северный Стрелец. Какие предназначения по шестому? Там вот перевертыш как раз вот опять про тему. Ну, интересный вопрос, раз уж мы значили про узлы. Южный, значит, Близнецы в 12, Северный Стрельца в 6. Что такое за предназначение? Близнецы в 12. Да, можно записать. Стрельец в 6. Да, у меня так на вид, в смысле, на глаз видно. Ну, смотрите, да, опять вот они перевертыши. Очень, вообще, это самая интересная тема, потому что совместить несовместимое, объять необъятное. Смотрите, Южный, да, что такое Близнецы? Вы пришли сюда, вы уже, вы пришли сюда с таким опытом, который, возможно, у вас огромный, там, в семье в прошлых жизнях был огромный опыт, там, накопленный по вопросам, там, бумажных дел, каких-то, какой-то канцелярии. Это поездочки какие-то краткосрочные, вы все это уже в себе накопили. У вас есть языковой талант по 12 дому, так как это дом Юпитера, Нептуна, это что-то иностранное. Возможно, вы говорили на, там, 12 языках в прошлой жизни, кто его знает. Были, наверняка, знали всех, там, со всеми жрецами были знакомы. И, возможно, сама были таковой жрецы где-нибудь в Древней Египте, кто его знает. Мы все ходим туда-сюда по временной линии. То есть, что это значит? Да, вот вы пришли с этим таким опытом, как бы накопили обычный опыт, но он в то же время такой далекий и глубокий. То есть, это как бы обычная, да, повседневная ерунда. Но у вас это на глубочайшем, высочайшем уровне. И куда вы идете к этому северному узлу, который в стрельце, что такое стрелец, да? Это объем, это знание, это учительство, это созидание, это щедрость, это на самом высоком уровне. То есть, это наши великие, великие учителя, великие наставники. Это те же, опять же, ну, то есть, разные, конечно, уровни. То есть, как работа, в общем-то. Да, работа. Вот именно, да. Вы наверняка просто накопили все вот то. Пришли в эту жизнь, вам не, возможно, вам нужно стать тем наставником, тем учителем, доносить в массы сложные вещи, объяснять простыми словами, так как вы умеете по близнецам, переводить эти невероятные тексты Канта на обычный язык, который будет любому человеку понятен, объяснять философские термины невероятные просто простым людям, принести свет знаний, так как без знаний, информации мы никто. И нам, возможно, это и есть. Вам нужно сделать это вашим делом в жизни, да, работать по шестому дому, как Катя сказала. То есть, это такое самое такое, ну, не знаю, по верхнему этажу, что ли, такое самое первое, что приходит на ум. Совершенно верно, вот тебя еще тут дополняют, но, в общем, все вокруг того и крутится. Спасибо за дополнение, друзья. Ты молодец, очень, очень у тебя классные трактовки, я тебе хочу сказать, очень объемные, девчонки немножко терялись, и ты прям импровизатор, ну, как музыкант должна, конечно. Круто. Вот, и вот что еще я люблю в планетах в обители, они не стесняются влазить, так сказать, под кожу кому надо, и, так скажем, не стесняются говорить то, что считают нужным. Вот насчет северной стрельце, да, вот еще могу дополнить, что вот та информация, вот эти узлы точно такие же, как у меня, можете равняться на меня только по дуальности. У меня южный в деве, то есть у вас в близнецах, это тоже меркурианство, в двенадцатом, а северный в рыбах в шестом. Моя работа объяснять, ну, достаточно такие, типа, полученные ранее знания достаточно простым языком, и, собственно, чем я и бесконечно занимаюсь. Вот, поэтому, в общем, вы можете благополучно взять с меня пример в той области, которой вы занимаетесь, именно в этом ваше, может быть, предназначение. Ну, а как понять, туда ли я иду или нет, это то, что люди вас в этом поддерживают, может быть, не финансово, но только лайками, как говорится, да, то есть кто чем, и борота открываются, и, значит, вы идете туда. Куда нужно. Вот, спасибо большое тебе огромное. Я скажу пару слов на путстве и прощание. Я очень тебе благодарна за прекрасное твое выступление. Спасибо большое, Катерин. Спасибо большое нашим кураторам и вообще всем тем, кто стоит за школой. Как ты сама сказала, это огромный айсберг, который... Ребят, те из вас, кто таки решится, и понятно, что у нас будет эфир, у Катрины еще вводный вебинар всю эту субботу. Я просто всем советую вообще, знаете, прийти и послушать сначала, и потом послушать еще раз. И самая великолепная вещь этой школы, это то, что... Вы понимаете, у вас есть возможность... Во-первых, возможность платить помесячно, это... В какой школе есть такое, да? Да, дают тебе возможность, там, хорошо, вот ты месяц отучился, и ты можешь взять это себе как за опыт. Вообще, чтобы понять, что ты делаешь по учебе, нужно как минимум три месяца, мне кажется. То есть, подходит тебе это, не подходит. Но, тем не менее, вообще, самое страшное... Самое главное, не бойтесь объема, так как будет объем. Там айсберг, там действительно, там три айсберга, четыре, может быть. Во-вторых, не пытайтесь сразу все запомнить. В-третьих, просто отдайтесь потоку и дайте своему мозгу просто подключиться к этому невероятному вообще объему знаний, которые вам дают учителя и кураторы. И также не замыкайтесь в себе. Пишите своему куратору, который у вас будет лично. Пишите девочкам в группу. У каждого... И мне можете писать по теории. Да, точно. Да, не говорите. Каждый четверг вообще, Катрин, задаем вопросы по своей личной жизни. По личной жизни, да. А по теории Божьей и так. И матерство у нас есть. Я всегда на связи. Могу отвечать, конечно, медленнее, чем кураторы, потому что работы у меня чуть побольше по разным вопросам. Но, тем не менее, я тоже всегда с вами. Ой, спасибо тебе огромное, что напомнила и про это. Спасибо. Я очень благодарна тебе. Это классно, Маша. Спасибо. Хорошего тебе дня. Дня в Нью-Йорке. Давай, пока-пока. И у нас еще одна прекрасная девчонка с нами. Будет сейчас. Такие у меня замечательные девушки. Как? Я сама себе завидую. Вы себе... Вы не поверите. Нажимай на крестик. Да, все. Вот. И давайте пройдемся дальше. У нас следующая Регина. Все-таки я, оказывается, ее совершенно случайно не туда нажала и заблокировала, и поэтому не могла ее присоединить. А сейчас попробую еще раз. Так. Значит, вот ко мне... Так, Регина. Ну, будем надеяться, что получится. Потому что, если нет, ну, тогда, что скажем на сегодня, допустим, закончим. Я очень буду сопереживать. Но, значит, знаете, как говорится, не получается, значит, не нужно. Но я знаю, что при этом Регина, она молодец. То есть у меня вообще к ней нет никаких нареканий. Мария. А, нет, это не то. Подождите. То-то. Регина. То-то, да? Регина. Привет. А то я думала, как вот мужик я пригласила. Это ты из другого ника. Окей. Все. Это у меня что-то вот с Инстаграм глючит. Он не туда я нажимаю. Прошу прощения. А то мне команда пишет, мы уже позеленели. Вот. От страха, что что-то не то. Ну, форт-мажоры бывают, да. Никто не отменял. Да. Ты картинку видишь? Нет. Ну, вообще, я вижу какую-то... Так, ну, я вижу картинку, но не тебя. Я вижу на перевернутую камеру судьбу всему тебе. Вот. Отлично. Прекрасно. Ура. Боже. Ура, ура, ура. Отлично. Супер. Я рада, что ты с нами. Рада. Как так получилось, что я тебя заблокировала? Ужас. Так, ну, давай, наверное... Так, а у тебя... Ты кто по знаку с Диаконом, помни? Я стрелец. Ты стрелец. А что у нас со стрельцами такое? Не такое. Я побегу потом обязательно смотреть транзит. Я так не помню на глаз, что где встала, но побегу обязательно. Потому что форс-магнурти такой я аж... Потому что припотела вся. Да, Регина, она у нас одна из самых таких прозорливых студенток. Она всё время обсуждает транзиты, свои, чужие, и активность всё время в этом плане. Ты молодец тоже. И тоже пойдёт кураторам, теоретикам. Вот. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к астрологии, что это какие-то транзиты на небе сопровождали, или возраст кормический, или что. И как нашла нашу школу? Ну, всем привет. Я вижу, что ещё люди с нами. Это хорошо. Очень рада, что всё-таки получилось. И очень рада, что меня пригласили. Большая честь. Нашла школу я совершенно случайно. Я сидела в декрете. Так что всем девочкам, кто чем-то хочет заняться и не знает чем, вот как раз супер-супер занятие. Я просто заказала, это уже был декабрь месяц прошлого года, я просто заказала случайно от девочки впервые вообще в жизни расклад Таро на год. И она ещё тоже астрологию изучала. И я думала детям двоим заказать тоже разбор натальной карты. Что я и сделала, так посмотрела, думаю, ой, прикольно. Ну и как-то в общении с ней узнала, что она училась как раз в 11-м доме. Я даже не знаю, на каком потоке, но уже давно. Когда ещё эфиры длились каждый урок по 12 часов, там были такие, бывало такое. Да, это мы уже укоротились намного, так что всё по силам. Ну и вот я заказала натальные карты, потом думаю, ну посмотрю. Я как-то попала потом уже в декабре, в конце декабря я посмотрела уже вводный вебинар. А обучение уже шло месяц, считай, даже больше. Ну и я немножко так поразмышляла, но всё-таки присоединилась к потоку. Думаю, ну я так подумала, что 2-3 месяца я что-нибудь там поделаю. Мне главное мозг занять там чем-то, я не знаю, чтобы как-то тут с детьми одно и то же вот каждый день. И я думаю, как-то вот это разнообразить. Ну и в итоге всё как-то затянулось, и меня затянуло туда. И вот я тут, считай, уже в конце девятого потока. И в десятом я тоже, считай, остаюсь в команде, чему очень-очень рада. Здорово, ты молодец, что решилась. Вот видите, даже мама в декрете у нас умудряется проходить это. А как ты думаешь, что раз ты любишь транзиты и всё такое, что-то как-то способствовало на небе этому включению, так скажем, в астрологию? Ну, у меня северные и вообще узлы идут на оси Лев-Водолей. Как раз распространяются на 12-е и на 6-е дома. У меня северный узел Водолей в 6-м доме. Ну, меня когда-то, я думаю, всё равно бы привело бы туда, потому что, как вы знаете, Водолей — это как раз астрология, астрономия. А сколько тебе сейчас лет, получается? Сейчас 34, сейчас я проживаю такой лунный день 28. И так как я полнолуная, больше тяжёленький такой лунный день. Да, понимаю. Но вот как раз тоже про Лотос и про начало, предначало, так скажем, предначалом. Вот, и, по-моему, да. Собственно, как раз тебя подводят к северному узлу потихонечку, потому что с 36 до 38 нам надо уже там конкретно с ним хорошенечко познакомиться, так скажем. Вот. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, какие плюсы и минусы были в обучении? Может быть, какая-то стратегия у тебя своя была в более адекватном осваивании материала? Может быть, какие-то нарекания покритикуют? В общем, welcome. Плюсы, минусы. Ну, тут, несомненно, больше плюсов. Даже сравнивая с другими школами, я тут параллельно на другом курсе с сентября. И формат 11 дома, его такого нет нигде. Вот правда. У нас только столько чатов, у нас можно в болталке общаться с девочками, обсуждать транзиты, обсуждать свои проблемы, обсуждать, я не знаю, у меня там сегодня вылез такой здоровый прыщ, откуда это, где это, в транзитах. Вот это вот всё, и девочки всё обсуждают, можно написать. Кате в чате, матчате по пройденному материалу всегда ответит. У нас практики несколько раз в неделю от прекрасных кураторов. Вы разберёте там всю свою жизнь, я обещаю. Если вы будете интересоваться и идти за потоком, как-то всё равно идёт в своём темпе, в котором хочет, но на практике это, я не знаю, такого, наверное, я не знаю, где это есть, но в 11 доме прекрасные практики, их можно посещать, есть методички, есть конспекты, вам не нужно сидеть и писать конспекты. Вот это вот всё, это уже пишется за вас. Огромные конспекты, тесты, домашние задания, очень креативные, кстати, которые проверяются довольно-таки быстро, вы можете разобрать и свою карту, и карты ещё троих или несколько человек из семьи, или друга, или подруги. В общем, очень, это такой, 11 дом, он такой командный. Я параллельно в одной ещё школе, там, например, идёт эфир, и он закрывается, и даже чата нет, где можно куратору, например, написать вопросы. То есть там есть адрес мыла, и ты на мыло там скидываешь свой вопрос после урока уже, и всё, на этом всё. Я не знаю, кто эти люди, я вообще как-то с ними никак не ассоциируюсь. А здесь это такое чувство команды, и такого чувства, наверное, его не будет нигде. Если вот вам именно вот это вот нравится, вместе, в команде что-то делать, а это очень мотивирует, то вы не пожалеете в любом случае. Это плюс. Минус, конечно, сначала найти свой путь вот в этих вот методичках, конспектах, туда-сюда, оно всё сделается. Да, это нужно, да, выбрать себе какую-то методику, которая тебе ближе, потому что у нас вариантов много, и вот подобрать себе алгоритм свой собственный, как тебе хорошо осваивать. Но это придёт, это приходит тем, кому интересно. Но главное, если вам, например, знаю людей, которым не нравится вот команда, то там они там сами по себе, им надо только с учителем, например, общаться. Это такая опция тоже есть. То есть никто вас не вынудит там ходить со всеми и что-то. Хотите индивидуально, будете индивидуально. То есть как нравится. То есть, конечно, вас будут спрашивать кураторы, как у вас там дела, что у вас там, есть какие-то вопросы. Ну, вы можете сказать, может, мне не писать никогда. Я не хочу здесь с кем общаться, мне и так хорошо. Ну, то есть как-то так. Поэтому нет у нас понудиловки. Всё, в общем, решаем. Спасибо тебе большое, классно ты рассказала. Тебе уже астрология в жизни как-то помогла? Были какие-то такие моменты, которые тебе вот даже транзитом вот уже следишь? Может быть, ты что-то уже поняла наперёд? Или, допустим, как-то что-то использовала? Или, может, какой-то инсайт? Ну, в общем, поделись практически, так скажем. Ну, вот практически, например, на бытовом уровне, конечно, смотрим всегда Луну. Что у нас на бытовом плане будет происходить? Какие напряжные аспекты, какие гармоничные аспекты, в каком знаке. Например, если я вижу там, ну, буквально там Луна в квадрате в напряжённом аспекте с Марсом, я точно знаю, что если я сегодня там поругаюсь или с ребёнком, или с мужем, то это не нужно сильно загоняться на эту тему и углубляться. Это такой транзит, он как бы быстро проходит, да? И, например, Луна в Альве там подходит, чтобы где-то что-то там презентовать или что-то себя показывать. И вот эти вот мелкие вещи. И вот сейчас у меня Юпитер, ну и у тебя, получается, тоже твой минорный управитель, он у нас, получается, в Близнецах. Он у нас у меня в оппозиции, у тебя в квадрате. И меня, вот я чувствую, вот с тех пор, как он в Близнецах, меня бросает. Вот я хочу прям всё-всё-всё выучить, всё-всё-всё поучить. И я знаю, что это риск такой везде вот как бы на мелочи раствориться и вот в мелочах где-то себя потерять. И я это знаю и как-то пытаюсь всё равно посмотреть вот это одно целое и не распыляться на тысячу вещей. И каждый день можно что-то для себя вылавливать там на бытовом плане, и там солнце, если падающее в Скорпионе, например, в таком знаке, что там с какими-то аспектами травматичными. Смотрим за детьми, может быть, не посылаем их там куда-то на какие-то батуты прыгать. Вот это вот всё. На бытовом уровне буквально можно на каждый день себе раскладывать и следить за детьми. Ну да, и когда и как покакать. Да, это очень помогает, действительно. Я, конечно, всего, допустим, не упомнишь, какие-то важные моменты, когда стартовать, когда делать, когда то. Это действительно повседневно. И мы этому обучаем. То есть повседневные такие вещи вы будете абсолютно свободно разбираться и сможете тоже другим помогать. А давай разберём с тобой вопросик прикольный. Значит, тебе досталось тоже с картой. Она будет на Ютубе у нас отображаться. А у тебя должна быть, надеюсь, перед глазами. От Людмилы из нашего Телеграм-канала. Почему подруги всегда кидают меня из-за своих мужчин? Вот такой образ. Подруги кидают меня из-за своих мужчин. Чем это обусловлено в карте? Возможно ли мне в целом выстроить какую-то крепкую женскую дружбу? И вообще как? То есть здесь человек всё-таки хочет что-то менять. Он такой очень напряжённая карта. Напряжённые карты любят себя менять. Они гибкие достаточно. Они готовы где-то подстраиваться. Но, тем не менее, всё-таки есть проблемы. Давайте узнаем, какие. Да, карта довольно-таки напряжённая. Прям первый взгляд и бросается вот этот вот огромный вот этот вот крест жирный, да, из фиксированных знаков. Это вы всё будете ещё учить на потоке. Я сейчас быстренько озвучу. Что тут? Солнце во Льве в оппозиции с Ураном на узлах. Потом и такой вот ещё один, ещё одна позиция. Крестом стоит Луна в Тельце в соединении с Сатурном. В оппозиции в Десятый дом. К Марсу в Десятом. В Скорпионе с Хероном там. И Плутон в Одиннадцатом в соединении с Лилит. Одиннадцатый Лилит тоже такие сразу ассоциации, да, про дружбу. Не очень хорошие. Ну вот давайте об этом и поговорим. Как ты считаешь, что тут, в чём причина и что можно сделать? Да, но если тут пробежаться сначала по показателям, по стихиям и по крестам, человек такой фиксированный. Мне кажется, она как раз хочет, или качества у неё такие, она стабильная довольно-таки, да. Ей не хочется всегда что-то там менять в себе, возможно, да. Она хочет какой-то вот статус-по и его как бы поддерживать. Но дома у нас как раз угловые выделены. Это значит, что всё-таки стремление есть себя показать, быть первой, где-то выделиться. И, кстати, на таких осях, один из семь, в партнёрстве и с другими, с подружками, тоже с женщинами. Нужно сказать, что у нас солнце такое яркое, это обитель, это сильное положение на северном узле, который в приоритете ставит себя. То есть хочет она или не хочет, но вот как раз с женщинами в седьмом доме, где солнце находится, она хочет, не хочет, а ярко светит, да. Она как бы в центре внимания, и она перетягивает на себя одеяло. И вот конфликтует с вот этим вот ураном, который отвечает за дружбу, за равенство, вот за, ах, пошли мы вместе, сообщество. И с этим она конфликтует. То есть где-то на себя одеяло перетягивает. Может даже прийти к подружке там домой и чувствовать себя как дома, так сказать, да. И солнце, оно следует как раз за Венерой, за подружкой. То есть в дружбе к женщинам, с женщинами она тянется, действительно. Хочет как-то им тоже подстать, их как-то мотивировать, заботиться, может быть, даже хочется о них, да. А Венера, которая вот за образ подружки отвечает, она как раз в достоинстве падения у нас в деве, в восьмом доме. Знаете, что подружки как раз такие могут быть, услужливые как раз мужчине, да, подстраивающиеся такие. И вот в гармоничном аспекте как раз именно подружки, насильный Марс и Селену в десятом доме. То есть когда у них появляется мужчина, они как бы могут им прислуживать, мужчинам этим, да. Могут где-то подстраиваться, где-то даже, я не знаю, юмор, чтобы у них был один, да. Вот где-то больше идти всё-таки за мужчиной и оставляя вот это вот солнце во льве, Людмилу, немножечко позади, да. А Людмила своим солнцем как раз, она в напряжённом аспекте к вот этим вот мужчинам, которые могут быть властными, лидерскими. На куспиде десятого домя яркие такие мужчины, да, которые задают тон вот этим вот подружкам. И вот тут вот этот вот неконтакт, да, вот это вот можно рассмотреть как Тау-квадрат, вот это вот всё, где солнце в основании, да, где солнце является участником вот этого конфликта подружек, ну или своего я с вот этими мужчинами-подружек, да. И потому что солнце, она где-то тоже хочет быть лидером, потому что у неё такой огненный, так сказать, трин идёт на сильный плутон. Она тоже любит себя показать, любит показать статусность свою, да, чтобы за ней кто-то следовал. Там и лилит у неё стоит, эту тему её очень влекут, да. И тут вот эта вот несостыковка. Напряг идёт тоже от солнца, от Людмилы самой, вот на телец знак. А телец у нас знак тоже отвечает за подружки, за подружек, за женщин. И там тоже по Луне ей хочется какого-то душевного общения в четвёртом доме с Луной, да, она хочется вот этого всего, этого не достаёт по квадрату. И вот в большом квадрате она как бы закрытая такая конфигурация, которая квадратная. В ней сложно как бы выход найти, да. Тут, может быть, даже проработать свои какие-то сценарии с мамой по Луне в четвёртом доме в квадрате, да. Или вот, да, расставаться, если с подругами, то можно их как-то попробовать углажить, что-то им подарить, зла на них не держать, не давить. Как бы тут приходится подстраиваться, так скажем, да, по большому квадрату и менять себя. Но она тоже может менять себя с такой напряжённой картой. У меня тоже напряжённая карта, и как бы движение — это наше всё. Абсолютно. И вот тут, кстати, девушка, сейчас я дополню твою информацию и скажу, какая ты молодец. Девушка, значит, спрашивает, а как вы всю эту информацию в голове храните? Вот самый прикол, что курс ещё учит, и вы понимаете, на что способен ваш мозг. Вы даже не подозреваете, насколько это объёмное хранилище и сколько вы можете туда запихать. Главное, что это всё соединяется, там, эти нейроны. У вас деменции в старости никогда не будет, если будете астрологией заниматься, потому что мозг постоянно качается, как мышца, как в тренажёрном зале. Вы можете раскачаться до таких объёмов, что любой человек, даже самый глупый, он, как он думает о себе, он способен на невероятные вещи. И память растягивается абсолютно, как желудок. Вот. И вы станете жирным своей памяти. Вот. Можно так сказать. На самом деле всё не так сложно, как кажется, потому что всё состоит из вот этих базовых шести каналов, и дальше из них произрастает, ну, многое. То есть принцип. Главное понимать сам принцип. И ты большая молодец, потому что, вот, знаешь, впервые, не впервые, а часто студент более внимательный, чем я. Потому что я такая читаю, думаю, ну, наверное, она спрашивает про то, что почему у меня подружки из-за моих мужиков меня кидают. То есть, а тут оказывается, что её подружки из-за... И ты ухватила правильно, прочитала внимательно, в отличие от меня, что, оказывается, из-за ей и подружкиных мужиков вот это всё происходит. А я бы вот налажала уже. И вот молодец. Так что ты правильно сказала, что подружки, вот эти Венера в падении, да, за которыми она бегает, они прям готовы ради мужика отказаться от всего. Прямо, прям в осень всё к его ногам. Да, и, соответственно, она выбирает просто не тех, может быть, подумать, что она выбирает не совсем тех подружек. Почему она за такими подружками бегает? И ты правильно сказала про материнский сценарий? Может быть, у неё и мама такая была, которая за мужиками бегала и ставила их, значит, вот в... И она не могла этого понять тоже, почему так происходит. Я же центр, я солнце, я лев, я как бы вот ко мне. Я хочу... И, конечно, лев и такая фиксированная карта, она очень любит людей стабилизировать. Она любит сделать так, чтобы они не раскачивали лодку, а Венера мутабельная. Она такая раскачивает лодку. Ну, успокойся, я же хочу как лучше, чтобы ты успоко... Ну, типа, чтобы ты не нервничала там, т-т-т, чтобы ты... Ну, и, конечно, себя, понятно. Ты правильно говоришь, перетягивает внимание. Южный узел на Уране говорит о том, что она чувствует долг перед друзьями, перед коллективами, что она чувствует, что коллектив, вот, на самом деле, если она будет ему что-то отдавать, вот этот Уран сильный, да, то и Солнце ее, чем больше, тем больше аспекта позиции. Чем больше Уран, тем больше, чем больше коллектив ее, я больше ему отдаю, тем больше моё Солнце зажигается, и я чувствую себя важной, нужной. А тут такая подружка, которая мне вот ставит такие палки в колеса, и я уже не нужный и не какой-то важный. Вот, и, конечно, вот это вот ощущение. Но Солнце при этом в Трине с Плутоном в соединении с Лилит в одиннадцатом доме. Это говорит, наверное, о том, что с мужиками дружить получится лучше. То есть, возможно, она, ей не надо, как бы, пытаться с этими подружками, потому что они, вон, все такие, или, может быть, стоит, может быть, у подружек, то есть, потому что Лев, он всегда думает, я все, тоже, вот, фиксированные карты, мы все знаем, мы такие умные, вот, еще асцендентный козерог, тоже асцендентная земля, она тоже о себе такое мнение, что я очень мудрый товарищ, и всех научу, как надо, и Солнце в обители тоже. И вот, может быть, ей просто надо поучиться самой у своих подружек, может быть, они ей показывают, что должно быть, в принципе, в приоритете, ведь Северный узел у неё в седьмом доме в соединении с Солнцем, и Марс на Кузь-50, может быть, они показывают, что приоритет должен быть не в подружках, не в чём-то, а реально всё-таки в мужиках, как это не прискорбно, но в её случае, вероятно, это тоже правильно, и, может быть, центром своего мужчины она становится, а не этих подружек. Вот, и если найти ту пару, с которой ты захочешь, точно так же, как подружка, идти за этим мужчиной, то ты получишь друзей таких, которые в паре тоже понимают этот контекст. Вот, и как бы вместе с тем, ты абсолютно всё верно сказала, я просто, опять же, резюмирую, как бы склеиваю это в одно, как бы подвожу итог. И мне кажется, что здесь с возрастом, опять же, вероятно, хотя 99-й год, ну, девушке 99-й год, то есть ей 25 лет, она ещё поймёт эту фишку и найдёт, поймёт, чему её учит эта ситуация. Вот, в общем, не всем, как бы, надо быть феминистками, допустим, да, и чисто за женскую независимость. В некоторых картах как раз надо уметь быть, наоборот, за мужчиной в какой-то мере. То есть тут вот, и, возможно, тут тот самый похожий случай, поэтому такие люди ей попадаются. Вот, спасибо тебе огромное, ты большая молодец, отлично разобрала, у меня нет вопросов. И вот тогда вопрос от аудитории тебе. Пожалуйста, друзья, напишите какой-нибудь интересный вопросик, который всем было бы интересно послушать. Желательно что-то, как мы говорим, попроще, чтобы не 250 планет в одном аспекте там. Так, значит, получается, сексили три года не совсем хорошо расслабляет, а позиция квадрат — это возможности, но со сложностями к трансформациям. Кстати, хороший вопрос. Вот давай про общие принципы гармоничных и напряжённых аспектов. В чём плюсы их и в чём минусы, да? То есть как ты считаешь? Ну вот, в принципе, девушка, вот кто задал вопрос, в принципе, уже хорошо уловила. Быстрая такая соображалка. Да, трины и секстили относятся к гармоничным аспектам соединения, нейтральный аспект. Тут как бы или-или, может быть такая нежданочка, но трины и секстили гармоничные. То есть они друг друга могут окрашивать. То есть планеты, которые стоят в трине или секстили в гармоничном аспекте, они друг друга положительно, но и негативно окрашивают. Но главное, что нужно понять, — это аспект стабильности. Это тогда, когда тебя ничего не блажит, тогда, когда у тебя на душе как бы спокойно и тебе комфортно с такими характеристиками, которые у тебя есть или с тем, что у тебя есть вокруг. Тебя как бы это не заботит вообще. Аспект принятия, это как бодипозитив. Тебе не толстый, мне нормально. Да, это отличный пример. Это когда ты с собой чувствуешь какую-то гармонию. Вот что есть, то есть. А квадраты и оппозиции особенно. Квадрат — это короче аспект, чем оппозиция. Оппозиция — самый долгий аспект вообще, в принципе, в карте. Он имеет такое свойство, что он может вообще разделить всю жизнь на до и после. Это такой масштабный аспект, так скажем. Квадрат менее масштабный, но он более такой... Быстро происходящий, так скажем. И быстро такой молниеносный, марсианский такой аспект. А Марс, он быстрый такой, он как бы по башке ударит, и всё. А оппозиция — он сатурнианский. Это такая долгая война такая. Но да, эти аспекты, верно она сказала, эти аспекты дают то, что мы чувствуем эту нехватку чего-то. Вот с напряжёнными аспектами мы чувствуем, что нам не хватает. А если ты чувствуешь, что тебе что-то не хватает, ты будешь всё делать, ну, меньше или больше, но ты всё равно как-то будешь выходить из зоны комфорта, переезжать, возможно, если это... Задело, светило какие-то, да? Строить семью другую, нежели у тебя, может быть, была, да? Вот если Луна в гармоничном аспекте с Солнцем, то ты, может быть, будешь строить, скорее всего, семью такую, которая была у твоих родителей. Ну, если нет других там противостоящих аспектов. А вот если квадрат или оппозиция, ты, наверное, будешь стараться, скорее всего, что-то сделать не так. Ты переедешь, может быть, да? Ты будешь обучаться чему-то там, да? И тут многое зависит, действительно, от того, в какой сфере ты вырос. Тогда трины, секстиль, они могут и очень благоприятно себе показывать, потому что детство было благоприятное, потому что тебе всё дали в детстве, генетика благоприятная. А если вот всё это было как бы неблагоприятным, и у тебя одни трины и секстили, то уже сложнее себя поменять, сложнее куда-то переехать, сложнее построить другую семью. Тут всё уже сложнее. И, ну, вот так, пожалуйста. Ты совершенно права и браво. Молодец, тебя все хвалят. Я не знаю, видишь ли ты чат, все говорят, какая ты молодец. Вот, и я хочу просто сказать, что совершенно верно, что квадрат оппозиции, как ни странно, делает человека намного более гибким, потому что жизнь его так учит, и судьба, что надо выворачиваться, надо изворачиваться, надо стараться где-то делегировать, где-то самому, где-то это. Вот. А трин сексель, он такой, ой, а мне и так нормально вообще. Вот мужик бьёт, менять ничего не буду. Бухаю, менять ничего не буду. То есть болото такое. И вот в этом минус, да, к сожалению. Но, значит, бывает, когда супер напряжённая карта и некуда плюнуть, это тоже, ну, как бы другая крайность. Это тоже, может, вообще, куда ни пойди, везде какая-то обломлена. Вот. И, конечно, ты тоже перестаёшь куда-то ходить по этой причине. То есть уже другая просто причина невозможности продвинуться, ты как-то, ну, не веришь в себя. И вот этот момент, сексель трин, он неплохой, но он вот... Минус ещё, есть ещё одно небольшое открытие, которое, кстати, девятый поток мне принёс, то, что аспект квадрата позиция часто работает, чем больше, тем больше. То есть, вот, например, Дженнифер Лопес, да, вот у неё Сатурн в Тельце, а Солнце в Вольве, квадратура. И она работает так, что чем больше Сатурн в Тельце, тем больше я урезаю зарплаты сотрудникам, например, женщинам, да, чем больше я их ограничиваю, чем больше я их жёстко вот так вот отрезаю, тем больше моё Солнце в Вольве, тем больше я чувствую себя важной, в центре, значимой, тем больше у меня популярности, то есть, у неё какая-то такая вот, типа, представление об этом. Или, например, тот же владелец парка Тайган, Солнце в Тельце, да, а Юпитер во Вольве, то есть, квадрат. Чем больше у меня Юпитер во Вольве львов, тем больше Солнца в Тельце, тем охрененнее я живу, да, экзальтирует Солнце там вообще, типа, классно. Только он не думает. Проблема в том, что квадрат он не замечает, то есть, он перестаёт, он смотрит прямо, он не забывает про то, что тут квадрат, он, его это отвлекает, он на это забивает, и типа, вот они, огромное количество львов, они там плодятся, убивают друг друга, да, я там чистотой слежу, ещё что-то я за в кост, но при этом они не, короче, это, ну, типа, вот это вырождение идёт из-за того, что это же не Тун, не Тайга, где там у них много саванны, где куча места, они могут столько плодиться, да, а он вот этого не замечает. Или там та же Дженнифер Лопес, она не понимает, что она плохо делает своим, этим женщинам, которые её окружают и так далее. То есть, вот это минус, то, что не замечаешь. Оппозиция тоже работает по принципу, чем больше, тем больше, но тут ты уже сфокусирован, и ты замечаешь, в этом большой плюс. Оппозиция очень похожа на соединение по своим энергиям, то есть, и там есть вот этот вот, пружина там накапливается, там надо решать сразу, и там человек более сфокусирован, и он может целевой, как сферой сделать даже оппозицию иногда. Вот, а триносекстиль работают по принципу, чем меньше, тем меньше, ой, чем больше, тем меньше, То есть того, что больше, оно придавливает то, что вот в секстиле. Например, если у меня Марс в экзальтации, да, в козероге, в секстиле с солнцем в пятом доме, чем больше я Марс в экзальтации работаю, ругаюсь, там, это вот пошу, там, допустим, да, тем меньше я чувствую свое солнце. То есть я забываю об осознанности, например, или я забываю про то, что вот нужно радоваться жизни, или самить своих близких, или там, ну, то есть о своих каких-то увлечениях других, то есть только Марс в козероге, только работаю, только мужик, вот, а солнце бы как-то вот, эго, оно наше от этого может страдать. То есть получается, что минусы и плюсы есть, то есть у секстиле трины, ну, тоже есть. Например, если надо что-то, наоборот, подавить, то есть, да, подавить, убрать какое-то качество, которое его слишком много, то да, трины секстиле очень хорошо помогают как раз-таки, да, они как бы чуть-чуть эту энергию сглаживают, да, не дают ей, ими иногда можно прорабатывать что-то тоже, свозить на секстиле трины, какие-то напряги, вот, и так далее. Но вот бывают и минусы. И там еще в конфигурациях столько, там у косого паруса своя фишка, там, синтетическая подмена, там, и так далее. То есть это очень интересно и многообразно, мы все это очень подробно проходим, аспекты мы постоянно их проговорим, прорабатываем, вот, но нет шансов, что если вы будете посещать уроки и практиковать, что вы не поймете, как работают эти аспекты. Вот, в общем, я думаю, что будет очень интересно. Регина, спасибо тебе огромное, я, как всегда, перетягиваю на себя одеяло. Вот, спасибо тебе большое, и ты большая молодец. А давай еще на прощание скажем на путствие нашим поступающим, и, ну, и попрощаемся, я тоже уже буду заканчивать. Вот, спасибо вам большое, друзья, что вы присоединялись. Спасибо большое всем, что присоединились. Не думайте много, вы не пожалеете, если пойдете, не бойтесь. Это все, вот этот вот вопрос был, как вы все это запоминаете. Там много запоминать не нужно. Вот, обещаю, если вы поймете один раз, вот, схему и методику, и архетипы знаков, то оно будет все накладываться друг на другу, понимаете? Вам не нужно будет заучивать там сто страниц методичек. Просто главное понять принцип. Вам все будут тут помогать. Если хотите учиться, ну, как в одиночку, тоже можете это делать. Вот, в своем темпе записи долгие годы будут сохраняться, да, то есть все, все возможности тут открыты. Не бойтесь и идите в 11-й дом, я буду рада вас тоже приветствовать и видеть вместе с командой. И мы все сделаем, чтобы вам как-то облегчить путь и советы надавать, как бы так сказать, да. Вы всю жизнь тут свою разложите от А до Я, найдете причинно-следственные связи, профориентацию свою. И все семьи сделайте, сэкономите на вот этих всяких, вот, куда ходят, чтобы разобрали, там, мне в какую профессию ребенка отправить, или таланты, или еще что-то, и мне в какой бизнес открывать, или не открывать, или фриланс. Очень много. Сказать можно, да, спрашивают. Да, ты молодец, спасибо тебе большое. Действительно, в общем, девчонки, молодцы, но это путь, это путь, надо путем еще уметь наслаждаться, то есть не только искать, ну, ожидать мгновенного результата, то есть нужно набраться, конечно, терпения. Ой, спасибо огромное. Спасибо тебе большое, Регина, ты большая молодец. Да, удачи. И мы тебя любим, в общем, рады, что ты с нами в этом потоке. Супер. В общем, девчонки, я тоже, друзья, кто здесь с нами был, вы большие молодцы, что присоединились, нашли время, мы очень вам благодарны, и я благодарна своим замечательным выпускницам, они такие у меня молодцы, я так ими горжусь, и я уверена, что и дальше их ждут еще больше вершины, и будет здорово, что мы будем вместе командой работать. В общем, приходите, будем жить, как проживать эту историю, эта история, это целый путь героя. Вот, приходите на этот путь, и мы обещаем, что будем делать все, чтобы вам было интересно, и сопровождать вас, и чтобы вы не заблудились на этом пути. В общем, хорошего пути, друзья, спасибо, Региночка, и спасибо, мои дорогие студентки, все, кто принимал участие, и нашим подписчикам. Всего доброго, и до субботы, субботу в 11.30 по Москве, я вас жду, будет здорово. Ссылка в шапке профиля, на вебинарную комнату, подпишитесь, и также трансляцию, конечно, мы еще выкинем на всякий случай на YouTube, так что будет в нескольких сетях. Вот, спасибо, и увидимся, давайте, пока-пока.